Тайны ремесла 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 человек, робко входящий с набитой рукописями папкой под мышкой, роющиеся в этой папке трясущимися руками, чтобы извлечь наилучшее, наиважнейшее, во что он вкладывает все надежды. По-разному кончаются такие визиты. Или взаимным разочарованием, или, чрезвычайно редко, но, как это бывает хорошо, радостным изумлением, взаимной симпатией, дружбой. Историю такого рода взаимоотношений можно проследить на протяжении многих лет в случае с Эккерманом. В июньский день 1823 года Эккерман явился к Гёте и принес свою рукопись. Старый Пройдоха сразу же понял, что здесь нет выдающейся писательской индивидуальности, но, не отказывая в советах и поощрениях, даже задавая разные поэтические экзорсисы, привязал к себе молодого человека на остаток дней своих и обеспечил ему рядом с собой бессмертие, как автору бесценных разговоров с Гёте. Эккерману ни на минуту не пришлось отказаться от собственного творчества, и ему казалось, что он все увереннее шагает вперед, когда на самом деле могучая воля олимпийца заставляла его следовать предназначению, какое она сама для него определила. Случай с Эккерманом — редчайший случай. В тот июньский день, когда он впервые явился к Гёте, он был всего лишь молодым странником с рукописью под мышкой, символическим воплощением кочующих нерасцветших талантов. Более сердечный и бескорыстный, чем Гёте, Леопольд Став, не одному поэтическому птенцу помог научиться летать, поддержав его братским словом и улыбкой, чем и снискал себе благодарность многих и самого Тувима, который до конца своей жизни был признателен ему. Каждый писатель, в особенности писатель-маститый, был и является объектом паломничеств, а почта постоянно доставляет ему письма и рукописи от молодых людей, просящих советов, указаний, оценки. Писатель часто оказывается в затруднении, что делать. Или времени не хватает, или, что гораздо обиднее, дело окажется незаслуживающим внимания. Тем трогательнее примеры внимания больших писателей к начинающим литераторам. Чехов давал им в письмах прекрасные обстоятельные советы. Цикл писем Райнера Марии Рильке к молодому поэту — благородный пример того, как зрелая мысль приходит на помощь юношеской неопытности. Такие письма часто оказываются орудиями дальнейшего действия. В них содержатся ценнейшие указания по технике писательского искусства. Но нет никаких оснований говорить здесь о какой-либо системе — о подлинной школе писательского мастерства. Единственной настоящей школой обучения молодых писателей были поэтики или стилистики — школы риторики у древних, где разрабатывались различные темы, иногда достойные сенсационных романов и мрачных драм, или читались лекции по теории. Это существовало еще и в девятнадцатом веке. А в фрагментарной форме сохранилось и до сих пор в виде упражнений по композиции, стихосложению и, наконец, в самой скромной форме — задач по родному языку. Если старинные школы риторики действительно занимались многими важными вопросами писательского искусства, то оставшиеся от них в наши дни не представляют собой, как правило, для писателя большой ценности. Писателю ни к чему так называемые стилистики. Чаще всего их составляют добросовестные и скучные педанты, находящие удовлетворение в том, что могут под соответствующими этикетками в специальных разделах разместить все средства художественной экспрессии, все приемы стиля, встречающиеся в литературе, на которые они смотрят как на коллекцию засохших бабочек. Во Франции стяжал известность Аль-Бала, автор разных пособий о писательском мастерстве, фигура в мольеровском духе, которую так и видишь в обществе Мсье Журдена. Несравненный Аль-Бала, пытавшийся вносить стилистические исправления в прозу Проспера Мереме. Иное дело поэтики. Они носят имена великих и достойных всяческого уважения писателей и принадлежат литературе. Поэтика Аристотеля. Письмо к Пизонам Горация. Приписываемый Лонгу трактат о возвышенном. Трактат в стихах Марко Джероламо Виде. Поэтическое искусство Буало. Искусство стихосложения Дмаховского. Вот несколько верстовых столбов на дороге, по которой европейская поэзия ходила в школу. Но по обыкновению всех проказников она то и дело убегала с добродетельной стези, стремясь в пленительном чувстве свободы обрести новое вдохновение, новых учителей, новую красоту. Школьные учителя ставили это ей в упрек и не раз доходило до горьких недоразумений, так хорошо знакомых хотя бы по борьбе классиков с романтиками. Школа не предвосхищает новой поэзии совершенно так же, как не умеет предвидеть новых научных открытий. Каждый курс поэтического искусства зиждется на правилах, почерпнутых из поэтических шедевров предшествующих эпох, говорит о положении в прошлом или в настоящем, и не найти в нем характеристики новейших литературных жанров или до то ли неизвестных стихотворных форм. Поэтики вращаются в замкнутом мире. Их рекомендации и предостережения опираются на установившиеся авторитеты, на выверенные традиции, прикрываются бесспорными эстетическими суждениями. Источниками для таких суждений могут быть наблюдения над психологией чувств или же понятия, выработанные под влиянием обычаев. Наконец, не последнюю роль могут сыграть и предубеждения предрассудки данной эпохи. За исключением Аристотеля, который был исследователем и описывал литературные явления, точно так же, как описывают метеорологические, отыскивая в них законы, сотворенные ими самими. Другие авторы поэтик сами были поэтами и высказывали в них собственное кредо. Это происходит и поныне. Например, Поль Клодель дал собственное и очень необычное поэтическое искусство. Арс поэтика, Горация, памятник мыслей и культуры идеального художника. Своих классиков он читал не только для наслаждения, но и для того, чтобы подглядеть их средства и приемы, достоинства и ошибки, и почти за каждым суждением крылся его личный опыт. Если подходить Горацию не с догматической меркой, у него есть чему поучиться. И прежде всего надо взять то, что бьет из каждой его стихотворной строки — уважение к творческой работе, стремление к совершенству. Ведь, пожалуй, Гораций был первым, кто подчеркнул значение этого слова, первым, кто потребовал от писателя внимания, труда, добросовестности в отношении к слову, и кто с такой любовью преклонялся перед словом, потому что был влюблен в его звучание, во все, что составляет своеобразие данного слова в общем хозяйстве человеческой речи. Наравне с Аристотелем он сделался путеводной звездой многих поколений. Под его эгидой шли другие авторы, риторик — поэты среднего калибра, которым преклонение перед правилами заменяло творческую мысль и вдохновение. Китайского бога литературы изображают в виде усатого мудреца, с поднятым вверх указательным пальцем, словно он предостерегает или бронит. Такой бог вполне был пригоден и для некоторых периодов поэтической ортодоксии на Западе. По поэтике учились не только общим правилам, но и множеству деталей. Использовались готовые обороты, образы, сравнения. Обнесенная со всех сторон правилами, поэзия уподобилась танцу или игре в шахматы. Ее правила принимали и неукоснительно соблюдали, не считаясь при этом с тем, что они стесняют индивидуальность поэта, мешают развитию лишь ему одному присущих достоинств — его артистичности. Напротив, всем казалось, что мастерство, изобретательность и даже свежесть могут восторжествовать только в таких условиях, и что на этой гладкой арене терпят поражения одни лишь посредственности, задавленные грузом банальности и бездушного подражательства. Придерживались завета, отвергнутого Евангелием, и наливали молодое вино в старые мехи. А чтобы оживить отработанные изношенные формы, надо иметь что сказать. Требование весьма трудное для выполнения, если учесть убожество мысли, сопутствовавшее громким бунтарским поэтическим школам, которых в наше время столько перемерло от злокачественной анемии. Романтизм упразднил старое законодательство. Поэтики отошли в прошлое. На смену им явились программы и манифесты, разрушившие почти все, что выработал поэтический старый порядок. Кое-что от старого уцелело лишь в стихосложении. Структура стиха, ритм, количество слогов, рифмы — в какой-то мере продолжали придерживаться традиции. Сонет все еще состоял из четырнадцати строк. Но в конце концов оказалось, можно быть поэтом, не признавая ни одного требования, предъявляемого поэтическому произведению поэтиками прошлого. За короткий период господства формализма встречались стихи, напечатанные то отвесно, то поперек, и, читая их, трудно было избавиться от впечатления, что здесь добрая половина работы оказалась взваленной на измученные плеченаборщик. Нынче мы все чаще получаем произведения, написанные якобы в стихах, которые, если бы их напечатать «in continuo» сплошной строкой, ничем не отличались бы от патетических статей или призывов в прозе, с какими эти стихи соседствуют на страницах журналов. Совсем недавно во Франции немного позабавила читающую публику поэтическая группка так называемых летристов, буквенников. Их стихотворение выглядит так, как если бы кто-то наугад собрал и напечатал буквы рассыпанной наборной кассы. Печальная привилегия нашего времени состоит в том, что у каждой современной нелепости обнаруживаются предшественницы в истории. Так, например, в конце античности поэты забавлялись составлением зеркальных поэм, где одна половина отвечала другой, как отражение в зеркале, или придавала стихотворению форму какого-нибудь предмета, например, яйца, топора. Или же, как Пентадий, нагоняли тоску своим эхоическим стихом, делая с полной серьезностью то, что однажды Кахановский во фражке раки выполнил ради шутки. Оказалось, что свобода, привнесенная в поэзию романтизмом и когда-то бывшая источником силы, выродилась в своеволие, которое является источником слабости. Туда, где все двери распахнуты настежь, каждый порыв ветра может занести пыль и грязь. Молодой человек, собирающийся стать писателем, чувствует себя флюгером на башне костела, если только он не исключительно сильная индивидуальность, что, как известно, встречается весьма редко. Поэтому он поддается каждому влиянию, особенно охотно, самому новейшему, и вдохновение растрачивает на какое-нибудь шутовство. Без серьезности нет литературы. Кто прибегает к слову, чтобы выразить в нем свою собственную душу или душу общности, которой он служит, будь то класс, народ или все человечество, тот не может обращаться со словом с веселой беспечностью фигляра. Мнение будто бы серьезность обязательно только для тех, кто провозглашает какие-либо идеи или лозунги, а не тех, кто прибегает к слову лишь ради искусства, могло зародиться только в пустой голове. Как раз у жрецов искусства для искусства, одержимых фанатиков, отторженных от внешнего мира и от текущей минуты, всецело посвятивших себя созерцанию прекрасного, видна величайшая серьезность даже при выполнении мелочей. Никто, добросовестнее их, не рассматривал слово, прежде чем поместить его в наиболее подходящее место. Они мучимы тревогой. Удалось ли извлечь из слов весь их блеск, отгадать полностью всю таинственность их звучания? Здесь они ни в чем не уступают тем, кто передает людям свои мысли, свое мировоззрение, свое понимание человека. Их всегда тревожит, справились ли они со своей задачей, отбирая слова для столь великих целей. Пока существует литература, ее творцы всегда будут считаться с уже сложившейся традицией, и прежде чем ставить себе собственные цели, оценят труд предшественников, выяснят, что им оттуда можно взять. Сегодня никто не верит в литературы девственные и таланты самородки. Никто не может о себе заявить, как пророк Амос, что говорить его учили звезды. Только в очень отдаленные эпохи, о которых мы почти ничего не знаем, можно представить себе творцов, не принявших на себя ничьего наследства. В равной мере наивен взгляд, будто писательским искусством можно овладеть, не прикладывая к этому никаких усилий. Это мнение укрепилось только потому, что у широкой публики авторы бездарных книг сходят за представителей литературы наравне с настоящими писателями. Главная задача в воспитании писателя состоит во владении наукой о слове, в познании и осмыслении языка, на котором он призван творить. Это вовсе не новость в литературной жизни, насчитывающей двухтысячелетнее существование. Даже там, где все наши источники молчат, как, например, об эпохе Гомера, сам языковой материал его поэм свидетельствует об изысканиях и кропотливой работе над языком. Данте в трактате о народном красноречии сам приводит источники, откуда он черпал познания о языке, которые ему предстояло сделать литературным языком своего народа. Данте взвесил достоинства и недостатки нескольких итальянских диалектов, сам выполнил работу авторов словарей, семантиков и грамматиков, и все это послужило ему вступлением в свое собственное творчество. Аристократ, получивший традиционное воспитание и не обладавший никакими иными преимуществами, кроме владения в совершенстве французским языком и искусством верховой езды Витторио Альфьери, может служить прекрасным примером того, как одновременно с пробуждением талантов в поэте просыпается и любовь к языку. Все его устраивало, пока он не почувствовал, что станет поэтом. Дав себе отчет в своем призвании, он со страстью и упоением принялся изучать родной язык. Вчитывался в поэзию XIII-XIV, в прозу XV-XVI веков, занимался грамматикой и диалектологией, взялся за латынь, даже за греческий. Все это было ему необходимо для сотворения собственного поэтического мира. Нет смысла приводить еще пример, потому что здесь можно перечислить почти все великие имена в литературе. В Польше образцом бережного обращения с языком был Жеромский. Об этом свидетельствует не только эволюция его прозы, но и книга «Снобизм и прогресс» — единственное такого рода произведение в нашей литературе. Никто из польских писателей никогда не занимался так детально разработкой проблем языка, ставя это в прямую связь с актуальной проблематикой польской литературы и собственным писательским опытом. В этой книге, кроме всего прочего, высказаны и суровые слова осуждения в адрес всяческих шутов от литературы, их скудаумию, невежеству, чудачеством. Иногда приходится слышать, как литераторы с пренебрежением отзываются об изучении языка и ссылаются при этом на таких же неучей, как они сами, которым уже где-то и когда-то якобы удалось создать прекрасное произведение словесного искусства, не обременяя себя тщательным изучением языка. Но таких случаев в действительности не бывало, и это, по всей вероятности, привиделось невежным во сне. Правда, Шекспиру не пришлось листать словари, чтобы поглотить огромное королевство слов, какое только знает европейская литература. Но не следует сбрасывать со щитов отнюдь немаловажный факт, что Шекспир был Шекспиром и делал все, чтобы собрать в себе это ни с чем несравнимое богатство. То был труд пчелы, упорный и неутомимый. Деревня и город, корабли, таверна, лес и поле, двор и улица отдавали ему свой язык, а его выдающийся поэтический инстинкт отбирал нужное. Такая школа доступна каждому, в ней учились писатели всех времен. В настоящее время к этому прибегают редко, ибо вот уже сто лет писатели, за немногими исключениями, ведут замкнутый образ жизни между своим рабочим кабинетом и кафе. Зато никогда еще ни в какую эпоху не имели они столь легких средств добыть то, за чем раньше приходилось гоняться по свету. Словари, безукоризненные издания классиков, может иметь под рукой каждый. Мало кто ими пользуется. Еще реже работают над распознанием структуры языка, на котором пишут, не знают его истории, не думают о его своеобразии. Иногда даже создается странное впечатление, словно автор с трудом мириться с языком, навязанным ему судьбой. Ощущается его полное равнодушие к языку. Изменились условия, он вполне мог бы пользоваться любым другим. Как здесь обстоит дело у настоящих писателей, подлинных художников слова, иллюстрирует пример Конрада. Конрад по происхождению поляк. Английский язык освоил поздно, между восемнадцатью и двадцатью годами жизни, причем всегда лучше и свободнее он говорил по-французски. В письме к Голсу Орси, ту же мысль он повторяет и в письме Куэлсу, Конрад жаловался на трудности, какие приходится преодолевать, когда пишешь не на родном языке. И тут писатель заявляет, «У меня не было выбора. Если бы я не писал по-английски, то не писал бы вообще». Только любовью, влюбленностью в данный язык можно объяснить это. И только любовь способна сотворить чудо. Пришелец из далекой страны сделался одним из самых блестящих стилистов на родине Шекспира. Можно найти больше, хотя и не столь ярких примеров такого рода, особенно во Франции, которая обласкивала и приголубливала множество чужестранцев. Еще в тринадцатом веке Брунетто Латини выбрал себе французский язык из-за его несравненной сладости. С той поры почти в каждом столетии ряды французских писателей пополняются чужестранцами, не говоря уже о восемнадцатом веке, когда вся Европа писала по-французски. Всякого рода изгнанники, гонимые, отверженные, принимали этот язык и нередко достигали в нем совершенства. Во Франции даже существует премия специально для иностранцев, пишущих по-французски. И ежегодно жюри повторяет одни и те же слова восхищения писателю-иностранцу за его знания и тонкое чувство французского языка. Патроном этих писателей мог бы быть Жюльен Грин, сын англичанина и американки, который не пишет на родном языке, хотя знает его с детства. Еще более чем знание о языке, его богатстве, своеобразии и законах, пришло нынче в упадок знания поэтических тропов и фигур. Теперь их употребляют бессознательно, вслепую. И вполне позволительно допустить, что сейчас нет автора, который был бы способен проанализировать собственный стих или отрывок прозы, указывая и точно называя примененные в тексте риторические фигуры. Если бы это сделать в его присутствии, он был бы ошеломлен, как баба над квашней с тестом, если бы ей перечислить научными терминами все ингредиенты, введенные ею в состав будущего хлеба. А между тем хлеб получился, получился пышный, вышел из печи с золотистой корочкой. Если нет необходимости знать химию для выпечки хорошего и вкусного хлеба, могут сказать писатели, так и знание риторики никому не даст поэтических крыльев. Разумеется, не стоит упоминать о риторической терминологии, она пробуждает понятное отвращение, точно так же, как у нас волосы на голове встают дыбом, когда мы натыкаемся в грамматике на напыщенно запутанные описания простейших фраз, обвешанных названиями и определениями под стать схоластики. Но и это когда-то не отпугивало писателей, и все они проходили школу риторики. С тех пор, как риторика существует, то есть с V века до н.э., литераторы древности, средних веков и нового времени, почти до порога современности, учились искусству слова не только на правилах и примерах, но и на анализе эстетической, эмоциональной и интеллектуальной силы воздействия всяческого рода стилистических приемов. Петрарко, например, перечисляет около 400 метафор, которыми располагает писатель для выражения людской юдоли. Невольно вспоминаются слова Гвидо Рени. Мне известны сто способов, как выразить в глазах Марии Магдалины раскаяние и смирение. Мы знаем, кем был Гвидо Рени и кем был Петрарко. В художнике говорил цинизм ремесла и уверенность в своем умении. Поэт же позволил нам заглянуть в один из своих трудовых дней, посвященный регистрации избитых и потому бесполезных метафор. Каждый писатель должен время от времени проветривать затхлый чулан, где хранятся полинявшие словесные орнаменты. Они упорно кружат вокруг каждой фразы, только и ждут минуты ослабления внимания или усталости, чтобы подвернуться под руку. Разговорный обиходный язык — это огромный гербарий метафор, у которых когда-то была своя весна, а теперь их или не отличишь от выражений самых обыкновенных или испугаешься их дряхлости. Метафора настолько вошла в кровь и плоть языка, что если бы ее внезапно изъять, люди перестали бы понимать друг друга. Ножка стола, горлышко кувшина, головка сахару, ручка чего бы то ни было, устья, то есть уста, реки, горлышко бутылки, подножия горы. В подобных метафорах, образности которых теперь уже никто не ощущает, человеческое тело наделило своими частями предметы, не заслуживавшие антропоморфизации. Этот процесс непрерывен. Достаточно тени сходства и два предмета, очень между собой отдаленные, сливаются воедино в слове. Индейцы одним и тем же словом обозначают ветвь, плечо, луч солнца, волосы и гриву. Ананас по-английски называется pine apple, то есть яблоко сосны. В одном слове заключена целая сказка. Глагол ходить, казалось бы, так тесно связанный с человеком, объял собою почти все, что способно двигаться. Объяснения этим процессом искали в анимизме, в первобытной религии, а они объясняются всего лишь экономией при создании новых слов. Метафора выручает слово творчество. Без метафоры слово творчество было бы обречено на непрерывное производство все новых и новых слов и отяготило бы человеческую память неимоверным грузом. Но в человеке, как творце языка, действует и еще нечто, что можно было бы назвать поэтическим инстинктом. До того, как человек заслужил себе аристотелевское определение. Цун политикан — общественное животное, он уже давно дорос до права называться цун поэтикан — поэтическое животное. Чей глаз подхватил впервые сходство между совой и определенным состоянием человеческого духа и смелой параболой закрепил навеки это сходство в прилагательном «осовелый»? Чей издевательский смех застыл навсегда в глаголах «съежиться», «ощетиниться», «остолбенеть»? Кто закрепил необычные ассоциации в выражениях «кипеть гневом», «тонко прясть», «вбить в голову» в их переносных значениях? Кто слил в одно два чувственных восприятия из разных сфер и заговорил о едком голосе, предвосхитив поэтов, которым Рибо приписывает обладание цветовым слухом? Кто задержал в лете журавля и приказал ему наклониться над колодцем? Мы этого никогда не узнаем. До того, как по недоразумению в польском языке возникло прилагательное «седой» — это слово правильно звучало как «покрытый инеем», и старческую седую голову уподобляли заиндивиллом зимой деревьям. В польском слове «огорчение, забота» заключен глагол «грысть», а в слове «забота, беспокойство» — глагол «трескать, ударять, хлопать». Бог богатый, убогий, польская «рожь», зерно хлеб, составляют цепь метафор, связующих между собой небо, землю и человеческую долю. Еще до того, как явились поэты и поведали о кровоточащих тайнах своего сердца, неизвестный гений соединил в нескольких языках два понятия в одно слово — муку и страсть. И, подобно Сикстинскому и Егове, одним мановением вызвал из мрака великий мир человеческих чувств. В метафорах наиболее глубоко выражает себя дух народа. Они, вернее всего, передают разницу в мышлении и чувствовании расы племен. «Материя» — философский термин по-латыни — значит «дерево», древесина, строительный лес, и является переводом греческое «уле», точно так же и по-французски «боа» означает и лес, и древесину. Но то же самое философское понятие материи индийская философия выразила в совершенно иной метафоре — словом, обозначающем поле. С сопоставлением этих двух слов можно было бы начать историю двух разных мировоззрений и культур. Моряк взирает на мир как бы с верхушки мачты. Охотник идет к нему звериными тропами сквозь лесные заросли. Для земледельца мир замыкается четкой линией горизонта, в пределах которого его поля и сады живут своей блаженной жизнью. Все эти древнейшие виды человеческой деятельности зафиксированы в языке, в форме метафор, где видны уже несуществующие и забытые ландшафты, общественные отношения, орудия труда, обычаи, предрассудки. Языкознание помогает нам получать от этих метафор то же удовольствие, какое дает разгадывание шарат и ребусов. Но обыденный язык уже давно перемолол эти некогда красочные метафоры в бесцветные выражения. Однако многие из них еще не совсем утратили свою метафоричность, как нива, поле, отрасль, еще столь популярные в языке газет и в дешевом красноречии. Тоже можно сказать и о ветве, волне, течении, фарватере. Каждая эпоха добавляет к запасам языка горсть новых значимых метафор. Особенно в этом отношении плодовита бюрократия. Благодаря ей даже точка, не поддающаяся измерению крохотная частица пространства, пустилась в завоевание и подчинила себе огромные области жизни. Уже нельзя обойтись без фронта, отрезка, поста, а платформа, плоскость, фактор, мотор, элемент, блок, сфера, область, попадая под неряшливое перо, как черви подтачивают каждую фразу, лишают ее мысли, если таковая в ней имелась. Печально видеть, когда то, что некогда было смелым и свежим, со временем становится затасканным и невыносимым. Расписной ковер цветов, изумрудный лук, лазурь небес, жемчужный смех, потоки слез, вполне могли бы сослаться на свою благородную родословную и вздыхать по утраченной молодости. Однако ныне, если им случается подвернуться под безответственное перо, они на целую страницу разносят затхлый запах старого чулана. Лона природы не оставляет в покое отцов семейства, вывозящих свои чадо на воскресную прогулку за город. У запоздалых баталистов все еще падает настоящий град пуль, а поток времени способен сделать смешным даже и парламентского оратора. В вечную книгу юмора вписал себя немецкий оратор, блеснувший фразой. «Поток времени, уже осушивший не одну слезу, затянет и эту рану». Кароль Ижаковский, будучи стенографистом польского сейма, усердно собирал подобные курьезы, и если бы они сохранились, мы обладали бы великолепной коллекцией бессмыслец ораторского красноречия. Люди заурядные мыслят стереотипно и даже чувствуют стереотипно. Это относится и к заурядным ораторам и писателям. «Первый, кто сравнил женщину с цветком, — сказал Гейне, — был великим поэтом. Кто это сделал вторым, был обыкновенным болваном». Флобер составил лексикон прописных мыслей. Словарь банальных истин, забавный и немного пугающий. Для каждого языка должен быть составлен такой словарь, и литераторам он нужнее орфографических словарей, потому что об орфографии позаботятся корректоры. Даже и хорошим писателям бывает иногда трудно справиться с метафорой. Вот, например, какая бессмыслица вырвалась у Флобера в «Мадам Бавари». Когда она высекала огнивом огонь из своего сердца, она не выбила из него ни единой искры. Вот этого высекания огня огнивом из сердца устыдилась бы страница любой прозы. В тексте глагол «бить», «ударять» усиливает действие. Так и видишь огниво из сталь, которая по нему ударяет. Последний пример объясняет, почему я для иллюстрации тайна ремесла выбрал именно метафору. Метафора таит в себе разные опасности. Или распространяет зловоние банальности, или приводит к нелепостям. Нужно много такта, ума и вкуса, чтобы сохранить меру и изящество в отношении этих коварных словесных украшений. Трудно, а вернее говоря, нельзя обойтись без метафор. Можно обойтись без сравнения, особенно в прозе, можно даже их сознательно и с успехом избегать. Если не ошибаюсь, Дюамель тому великолепный пример. Но от метафоры никому не уйти. Она, по-видимому, отвечает врожденной потребности человеческого ума. И лучше употреблять ее сознательно, нежели пользоваться инстинктивно. Кто рассчитывает на инстинкт, кто утверждает, что он полон мыслей и образов, что у него богатый опыт, что он знает мир и людей, и ему незачем утруждать себя работой над словом, ибо оно и так окажется послушным, и незачем углубляться в тайны слов, в их жизни, их развитие, службу, которые каждый несет в языке, поскольку все это хорошо лишь для презренных лингвистов, а не для творцов-писателей. Кто так думает, тот непременно обездолит себя, и его книги будут походить на старое истасканное тряпье. Иногда приходится слышать, как тот или иной писатель заявляет с гордостью, «Мои книги — это не литература». Если он ученый, философ, политический деятель, то таким заявлением он хочет отвести от себя упрек, будто выдумывает вместо того, чтобы говорить правду. Но если подобное заявление делает билетрист или поэт, создается впечатление, что он отвергает нечто такое, что могло якобы унизить его творчество, значит, он против работы, против стиля, особенно же против стремления к совершенству, что представляется совершенно непонятным. Точно так же вызывает неприязнь и слово «ремесло», хотя оно и является названием этой главы. В основе всякого искусства лежит «ремесло», и только тот, кому не стать мастером, не хочет этого признать и не хочет «ремеслу» учиться. Поль Валери всю жизнь исследовал тайны литературного ремесла и в конце концов получил в университете кафедру поэтики, где он анализировал мельчайшие детали искусства слова. Он обладал огромной эрудицией, глубокой культурой, добытыми трудом всей жизни. Но кроме всего, что писатель может вынести из школ, из произведений искусства, взятых в качестве образцов, из музеев, из общения с другими художниками слова, главное для своего творчества он добывает из собственного характера, темперамента, наклонности и таланта, и добывает это так, как растения, питательные соки. Каждое растение из одной и той же почвы берет нужные ему ингредиенты. В интереснейших воспоминаниях Робиндраната Тагора показано, как функционируют корни, стебель, листья поэтического растения, извлекая питательные вещества из земли, света и воздуха. В каждой писательской душе скрывается бесконечная шкала переживаний, чувств, помыслов. Из их тонких вибраций, в конце концов, возникает и выявляет, то, что писатель примет как откровение, как призыв к творческому подвигу. И все зависит от момента. Он может равняться часу, дню или году, когда писатель с полной ясностью увидит открывающийся перед ним путь. Материал литературы. У всякого иного искусства сфера тем ограничена. Одна только литература не знает границ. Она простирается так далеко, как слово, а слово простирается так далеко, как мысль, у которой нет предела ни во времени, ни в пространстве. Темой литературы может оказаться все, от звезды до атома. Целая Вселенная является неисчерпаемым запасом материала для литературы. В явлениях, впечатлениях, фантазиях, понятиях, чувствах находит литература свой материал, черпает его в философии и в науке, и даже в самой себе. Последнее имеет место, когда писатель берет героя, созданного другим писателем, и представляет его по-новому. Так издавна поступают с персонажами Библии, Гомера, греческих трагиков, Данте, Шекспира. Гауптман написал драму под названием «Гамлет» в Виттенберге, где показал шекспировского героя в студенческие годы. Томас Манн в своей «Лотте в Вейморе» продолжил жизнь героини Вертера. То же самое сделал Словацкий с Вацлавом из поэма Мальчевского «Мария». Наконец, и сами писатели становятся героями поэм, стихотворений, романов, новелл, драм, биографических романов. Но писатель проникает и туда, куда никто, кроме него, не в состоянии заглянуть. Ни естествоиспытатель со своим микроскопом, ни психолог со своими методами эксперимента и анализа, ни даже математик, наиболее близкий из всех к поэту, туда не имеют доступа. Потому что кто же из них сумеет исследовать настроение, мимолетные дымки в пейзаже нашей души? Кто станет рыться в складках нашей памяти, где укрылась нежная пыльца далекого воспоминания? Кто собирает, хранит, преображает грезы? Даже время не ограничивает писателя. Он может блуждать во мраке, предшествовавшем сотворению мира, и описывать будущее, которое видит, как сегодняшний день. Писатель живет в мире, как в зачарованном круге. Со всех сторон ежеминутно его осаждают впечатления, и ему достаточно взглянуть на них, чтобы попасть под их чары. Удивление, восхищение, ужас или хотя бы простая симпатия позволяют ему увидеть их такими, какими до него их никто не видел, и удержать их, воплотив навеки в слове. Писатель не позволит ни одному впечатлению уйти, исчезнуть, не оценив его эстетической ценности. Во время операции, пишет Тургенев Альфонсо Деде, я искал слов, которыми мог бы точно передать ощущение, какое вызывает сталь, разрезающая мою кожу и проникающая в тело. Сколько раз бывало, что нравственное или физическое страдание побуждало писателей подвергнуть его анализу и от магического прикосновения слова, страдание рассеивалось, оставляя после себя лишь пламенные страницы. Над писателем вьются облачка пыльцы, и каждая может дать цветение. Газета, улица, вывеска, поле, нищий на паперте, переплет книги, запах лекарств — все, что приносит самый обыкновенный час повседневности, скрывает в себе неожиданные стимулы к творчеству. Писатель ходит по городу, как каждый из вас, уступая дорогу автомашине, останавливаясь перед витринами, читает афиши, садится в трамвай или в такси. Его взгляд скользит по вашим лицам, и вы, сами того не зная, способны дать ему миг счастья, бесценную добычу. Модная шляпка подскажет ему метафору, старое поношенное пальто он наденет на героя своей повести, который будет трогать и потрясать многие поколения читателей, обрывок услышанного мимоходом разговора войдет в произведение, над которым он сейчас работает. Настороженный, неутомимый корсар похищает ничего не подозревающие человеческие существа. Как бесспорно ему принадлежащую добычу, он забирает лица, фигуры, жесты, хозяинчает в душах, жилищах, захватывает даже дома, целые улицы, города, страны. В жизни писателя выпадают часы, похожие на те, что переживает герой новеллы Эдгара По, человек, возвратившийся после долгой болезни в среду людей. Переполненный восхищением, счастьем, он смотрит через окно кофейной на улицу. Смотрит изголодавшимися жадными глазами, вглядывается в лицо каждого прохожего, старается проникнуть в его мысли, отгадать его тайны. Одновременно он охватывает взглядом тысячи других вещей, от позлощенного солнцем края водосточной трубы и до воды в канаве с плывущей по ней пробкой. Ему хочется пить этот мир, выпить его до последней капли, до грязного, мутного осадка на дне. Подобные часы писатель переживает преимущественно в периоды, когда не носит в себе начатого произведения. От завершения предыдущего уже прошло некоторое время, а замысел нового еще не возник, когда еще только пробуждается жажда нового творчества, и он ищет объект. А не случается ли иногда писателю свернуть с намеченного пути? и пойти навстречу случайно подвернувшемуся приключению. Бальзак однажды между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи встретил рабочего, возвращающегося с женой из театра. Он пошел за ними и шел довольно долго. Женщина вела за руку ребенка. Супруги разговаривали сначала о виденной пьесе, потом заговорили о деньгах, которые им предстояло завтра получить, и обсуждали, на что их потратить. Даже поссорились. Но мир был восстановлен, когда они начали сетовать на дороговизну картофель, топливо. Бальзак, следовавший за ними по пятам, как охотник за зверем, не пропускал ни слова, следя за каждым движением, более того, чувствовал и мыслил, как они. И вот эта пара прохожих, сама о том не ведая, врастала в один из самых блестящих творческих умов Франции. В писателе есть что-то от браконьера, взломщика, разбойника. Он похищает, он крадет. Некоторые принимают такие сравнения всерьез. История литературы полна анекдотов о судебных процессах, дуэлях, скандалах, вызванных вторжением писателя в жизнь уважающих себя граждан, не желающих мириться с мыслью, что кто-то берет их домашний очаг, семейные отношения, характеры, слабости в качестве сырья для своего произведения. Женщины отказывали поэтам вправе воспевать стихами их красоту. Ни одну угнетала уготованная ей знаменитым поэтом бессмертие. Она чувствовала себя почти скомпрометированной. Удивительная вещь. Почтенный гражданин, с гордостью хранящий газету, где упомянута его фамилия в связи с переломом ноги на улице, воспринимает как позор, если то же самое происшествие сделает его героем новеллы. Искусство раздражает людей, говоря о них не ту правду, в какую они хотят верить. Им всегда кажется, что в литературном произведении они окарикатурены. Так неосмотрительно положенная морщинка сводит на нет в глазах модели и ее семьи все достоинства хорошо сделанного портрета. Но даже и самое идеализированное изображение вызывает протест оригинала, потому что сам факт демонстрации чьей-то личности и чьей-то жизни в литературе устрашает. Человек чувствует, что его инкогнито безопасность анонимного существования ставится под угрозу. Писатель не может и не должен считаться с подобного рода предубеждениями. Имеются семьи, человеческие типы, образ мышления, созданные самой жизнью, и отказаться от их использования в литературе из благородства и во имя сохранения тайны было бы таким же абсурдом, как ученому отказаться от исследования еще неизвестных элементов материи из-за преклонения перед тайной мироздания. К сожалению, писатели нередко совершают эту глупость и по разным соображениям стараются затушевать черты своих моделей, чем их только портят и перечеркивают их значимость. Чтобы не огорчать оригинал, иногда прибегают к средствам простым и наивным, например, изменяют рост, полноту, прическу, растительность на лице, возраст. И таким камуфляжам иногда удается обмануть изображаемого человека, не узнающего себя под гримом. Впрочем, писатели редко придерживаются одной модели. Их персонажи, поражающие естественностью и той правдивостью, которую, казалось бы, могла создать только сама жизнь, в действительности состоят из элементов, взятых от многих лиц. Сколько раз гримаса, движения или поза, замеченные и запомненные еще в детстве и принадлежащие людям давно умершим, неожиданно оживают в персонаже, возникающем под вашим пером, но во всем остальном на того человека совсем не похожим. Главным материалом для литературы служит сам человек. Он даже суть литературы. Она до самой глубины насквозь пронизана им. Ее антропоморфизация совершилась за много веков до появления первых произведений литературы. Это выполнили магия, религия, мифология. С незапамятных времен звезды и цветы, горы и моря, молнии и снег наделены человеческими чувствами, лицами, жестами. Им очень редко удается жить собственной жизнью, которая, кроме всего прочего, окутана тайной. Японцев возмущает мания европейцев отчеловечивать все и вся. Их поэзия, если она еще не поддалась влиянию европейской, сохраняет различия мира и человека. У японцев никто не назовет вишневое дерево в цвету, невесты. Некоторые эпохи литературы были настолько заполнены человеком, что, казалось, все остальное перестало существовать. Создаваемые в ту пору литературные образы передвигались во времени без возраста и времен года, в пространстве без деревьев, облаков и зверей. И времена эти не были бесплодны. В один из таких периодов расцвела французская классическая трагедия. Существует зрелище более прекрасное, чем небо, глубина человеческой души. В этих словах романтик Виктор Гюго как бы воздает честь литературе, находящейся в услужении человека. Так высоко ставя душу человека, литература несколько пренебрегала его телом. Вот уже много веков в ней живет и развивается особая разновидность человека, которую можно было бы назвать «хомо поэтикус» — «поэтический человек». Внешность его, его облик разработаны до мельчайших деталей. То в идеальных пропорциях, как у Петрония, то уродливо деформированы, как у Квазимода. Однако не все части тела имеют одинаковую важность. Ноги, руки. Без них обойтись нельзя. «Хомо поэтикус» — ходит, бегает, хватает, обнимает, стискивает, садится на коня, мечт копье или дротик, стреляет из арбалета, мушкета, ружья, карабина. С любым родом оружия знакомы его руки. Часто руки становятся темой прекрасных стихов, особенно женские руки. Лирика неисчерпаема в воспевании рук. Но важнее всего — голова, со всем великолепием шевелюры на ней и с лицом, этим зеркалом души. Некоторые главы истории литературы наводнены той разновидностью «хомо поэтикус», которая наподобие ангелочек в барокко обладает всего лишь лучистой головой, возносящейся на серебристых крылышках. «Хомо поэтикус» смеется и плачет, а уста его в непрерывном движении. Он кричит, стонет и больше всего говорит, может говорить часами, ни разу не запнувшись, говорить стихами и прозой, безупречно строя фразы и сохраняя абсолютную верность правилам грамматики. В организме «хомо поэтикус» функционируют только сердце и половые органы, а эти последние столь же деятельны, как и у некоторых видов мотыльков, которые за всю свою короткую жизнь ничем не занимаются, кроме любви. У «хомо поэтикус» есть желудок, но, разумеется, столько в романах, да и кое в каких эпопеях, где он ест и пьет, но пищу не переваривает. Молодые индивиды, мужчины и женщины из породы «хомо поэтикус», могут много часов подряд, иногда целый день, есть и пить, перебрасываться шутками, совершать прогулки по живописным местам, даже переспать друг с другом, но ни один из них при этом не почувствует так называемой естественной потребности. Только в старых комедиях и фарсах случается, что желудок, если можно так выразиться, обретает право голоса, но в трагедиях «хомо поэтикус» даже не чихнет, не плюнет. Нормальные внутренности «хомо поэтикус» получает лишь у таких беззастенчивых писателей, как Рэй или Рабле. И ничего нет удивительного, что Джойс, раздраженный этой физической неполноценностью «хомо поэтикус», решил показать в своем улисе, как функционируют наши внутренности, ибо, как он выразился, литература слишком долго забывала о движениях внутри человеческого тела и занималась только движением тел небесных. На это «хомо поэтикус» в свое оправдание возражает, что не стоит интерес к чувствам и мыслям заменять интересом к работе кишечника. Европейская литература завладела земным шаром, следуя по маршрутам экспедиций и географических открытий. Куда бы она ни направляла свои шаги, она всюду натыкалась на литературы, иногда столь великие, как индийская, китайская, японская. Иногда же встречались довольно никлые побеги, вроде примитивных песенок. Но и те, и другие мы заменяли собственным европейским видением этих стран. Сейчас не осталось на земле уголка, который не нашел бы отражения в европейской литературе. Наши писатели внимательно изучают географические карты, стараясь найти на них еще девственные, никем не использованные пейзажи. Совсем недавно старый Сэрст-Эвенс, страстный пилигрим, возвратился после трех лет скитаний по очень отдаленным островам Полинезии и привез оттуда том в восемьсот страниц. В это же время другой открывал на берегах Амазонки людей, образ жизни которых ничем не отличается от жизни первобытного человека. А третий посвятил много лет своей жизни эскимосам, и нашел там благодарный материал для своего творчества. Наряду с этим новые провинции европейской литературы в Южной Африке, в Австралии, Новой Зеландии, а вместе с ними и уже имеющие за собой более длительное существование литературы Северной, Центральной и Южной Америки, воспевают на языке Шекспира, Сервантаса и Камоэнса волшебную красоту девственной природы этих стран. Эксплуатация мира литературы особенно усилилась за последние сто лет. Не осталось уже профессии, ремесла, искусства, любого вида труда, ранее незамечаемого литературы. Не осталось ни одного тайника жизни, куда бы ни проник взгляд писателя. Писатель все исследует, переживет, осмыслит, откроет истинное значение или неожиданную прелесть любого явления. Политика, армия, общественная администрация вошли в роман, навеллу, сатиру. Из захолустных пыльных канцелярий были извлечены скромные чиновники и введены в трагедию, некогда заповедную область полубогов и королей. Школа, от начальной до университета, расцвела стихами, воспоминаниями, обрела своих эпиков и моралистов. Железные дороги, мосты, плотины, фабрики, небоскребы, штольни, витрины, почты, телеграфные провода, когда-то столь мало привлекавшие поэтов, обросли пластами описаний, им поэты отдают свои чувства, свои волнения. Сегодня уже никто не побоится воспевать технику, как никому не придет в голову отказаться от нее в жизни. Более того, за каждым новым открытием или изобретением гоняются писательские перья. Как и каждую экспедицию к полюсу, в Гималай и на дно океана подстерегают не только репортеры, но и писатели, жаждущие написать о вещах еще никем не виденных, имена некоторых из них фигурируют в списке лиц, готовых совершить полет на первой же межпланетной ракете. Повседневность, совсем своим будничным и обыденным, как и необычным и ярким, берет реванш за пренебрежение, с каким поэзия прошлых веков отстраняла ее от своего великого праздника. Гомер первый с золотыми колесницами царей согнал с дороги тех, кто от колыбели до могилы пешком проходит свой жизненный путь. Надо напрячь зрение, чтобы за блестящим сонмом гомеровских героев разглядеть иную толпу из деревень, ремесленных цехов, лачуг-невольников. Но вот из глухого угла Греции, из Беотии, раздается голос Гесиода, прославляющего труд и жизнь безымянных жрецов святой религии хлеба. Явление, заслужившее внимание еще в древности. Каждый из этих двух поэтов опирался на иной класс. Один из них пришел словно для того, чтобы исправить ошибку предшественника. Легенды, повествования, анекдоты на протяжении всей античности рассказывали об этом соперничестве, и далеко не всегда во мнение людей выходил победителем Гомер. Гесиод — самый древний и один из самых почитаемых представителей этой другой литературы, которая, вопреки модам, предубеждениям, предрассудкам сильных мира сего, покидала наскучившие дворцы и замки и спускалась в жилище городской бедноты, в крестьянские хаты. Уже издавна наука поставляет материал для литературы. Ксенофонд и Эмпедокл прекрасным гегзаметром излагали не только свои философские концепции, но и наблюдения над природой, размышления о таинственной прелести явлений жизни. Лукреций повторил их поэтические опыты в книге о природе вещей, а Данте в «Песнях рая». Земледелие, охота, садоводство, мореплавание, даже грамматика и гастрономия потребовали поэтического воплощения, что в конце концов было осмеяно и отчего поэты отказались. Кто может поручиться, что не появится поэма о строении атома? Я бы этому совсем не удивился. В современной физике таятся возможности для великой поэзии. Беда только в том, что в физике все быстро устаревает, и нейтрон будет звучать как рифма для флагистона. Но если воспевающая их поэма окажется прекрасной, это ей не повредит, точно так же, как Птолемеевское небо не портит терцин божественной комедии. Было бы свидетельством духовной пустоты нашего времени, если бы его литература оказалась неспособной выразить восхищение Вселенной, какой ее творит современный человек. Он научился эту Вселенную исследовать, измерять и взвешивать, усовершенствовал свое зрение и может проникать взглядом в туманности, отделенные сотнями миллионов световых лет, а в атоме открыть отблеск бесконечности. Он пробудил такие силы природы, по сравнению с которыми вся демонология прошлых веков выглядит кукольным театром. Никогда еще перед поэтическим воображением не открывались такие огромные просторы. В прозе Метерлинка даже самым лучшим ее страницам с ними не совладать. Современность в качестве литературного сырья раньше ценилась меньше, нежели это могло бы показаться нам, живущим в эпоху, когда властвует настоящее. Начиная с Гомера, прошлое значительно сильнее притягивало к себе поэтов, чем настоящее. В прошлом искали поучению, иногда погружались в него, стараясь уйти от настоящего. Может быть, кто-нибудь подумает, что от настоящего бежали в такие эпохи, когда в этом настоящем не происходило ничего значительного, ничего подобного. Эйнгард в предисловии к своей жизни Карла Великого выражает опасение, будет ли его труд встречен достаточно благосклонно по элику «люди не любят ничего слишком нового». Эйнгард был придворным, секретарем и другом Карла Великого. На могущество и деяния императора он взирал с близкого расстояния и мог объять взором один из самых красочных периодов мировой истории. Спустя сто лет об этой эпохе начали складывать героический эпос. Между тем, Эйнгарду приходилось добиваться от современников внимания к своему герою, чьим единственным недостатком, как видно, было то, что он не жил на тысячу лет раньше. Примерно то же самое мы слышим в разговорах литераторов в Варшавском салоне из третьей части «Дзядов». И те разговоры вращались вокруг Великой эпохи. Только что отгремела гроза наполеоновской эпопеи, а поэтическое слово еще не успело ею заняться. Пан Тадеуш вышел через тринадцать лет после смерти Наполеона. Подлинная же эпопея наполеоновских войн «Война и мир» Толстого появилась лишь во второй половине века. Часто литература проявляла равнодушие к событиям поистине великим. Она как бы не замечала их. В XVIII веке во Франции интерес к технике, рост значения третьего сословия и его участия в интеллектуальной жизни, расширили границы языка, обогатили его новыми словами, вдохнули свободу в построение фраз, а литература, меж тем, верная своим канонам, не менялась, задавленная всяческими предрассудками, разрушить которые удалось лишь романтизму. Но и этот последний, появившись в XIX веке, не заметил, что является современником героической в своем роде эпохи капитализма. Мир боролся, шли захватнические войны, поражения и триумфы нового мира, мира труда и капитала, а романтизм, глухой и слепой к этому материалу, продолжал петь свою собственную песню, которая была для него ценнее действительности. Нынче это едва можно понять. Мы живем в одной из тех эпох, когда первенство отдается современности. В этом отношении наша эпоха превосходит любую из предшествующих. Современный человек громко о себе заявляет, требуя места в литературе, хочет туда попасть, возможно, скорее, со всеми своими особенностями, с заботами и надеждами, как отдельная личность, как член семьи, общества, представитель государства, хочет быть запечатленным в литературе в дни войны и мира, в счастье и беде, во всех классах, слоях, профессиях, более того, во всем брожении перемен, преобразований, во всей подвижности того, что еще находится в становлении, еще может измениться. Эту кипящую, меняющуюся магму многие писатели и критики принимают как ценнейший материал для литературы. За исключением лирики, которая во вздохе или восклицании способна запечатлеть самый мимолетный, кратчайший миг настоящего, все остальные литературные жанры, а в особенности эпопея и ее преемник роман обрабатывают материал исторический. Это неотвратимая неизбежность. Ее силу, возможно, как-то ограничить, но устранить целиком нельзя. Фон, события, лица — все это в своем развитии будет предшествовать началу работ писателя над книгой, следовательно, будет относиться к прошлому. Однако писатели еще точнее регулируют эту дистанцию во времени, потому что каждое явление, каждое установившееся соотношение превращается в подлинный материал для литературы только после того, как он окончательно созреет, оформится, когда всяческие возможные изменения придутся уже на следующую совершенно новую фазу. Предчувствие этого процесса — дело творческой интуиции, не раз оказывавшейся проницательнее исследований историков или предвидений политиков. Разумеется, не исключена возможность, что какой-нибудь писатель с пламенным сердцем и проникновенным взглядом может создать правдивое и могучее произведение, основываясь лишь на ферментации происходящих перемен, и изобразить текущий момент, как молния освещает мутный хаос бури. Но для полной и зрелой картины надо иметь перспективу. Вот почему писатели нередко переносят свой авторский наблюдательный пункт далеко вспять, чтобы исследовать нашу современность как бы от корня. И она развертывается перед глазами читателя постепенно, словно вылупливается из кокона. В саге о форсайтах, в семье Тибо Мартена Дюгара, в людях доброй воли Жюля Ромена, в хронике семьи Паскье Дюамеле, в волшебной горе Томаса Манна и во многих других, углублявшихся в прошлое, предшествовавшее 1914 году, чтобы лучше показать людей события и идеи нашего времени. Держась своих собственных путей, которые иногда расходятся с путями данной эпохи, иногда пересекаются с ними, а иногда пролегают параллельно. Литература в своих странствиях встречается с тем, что можно назвать вечным человеком. Я имею в виду существо, которое, несмотря на все различия, связанные с эпохой, средой и расой, ограничимся только этими тремя фетишами Ипполита Тена, остается настолько неизменным, словно вся история человечества и переселения народов были не более как костюмированным балом. Это существо поставляет литературе иной материал, нежели изменчивые разновидности людского рода, и при этом материал первостепенного значения. Самые важные тайны человека скрыты в этом существе, в вечном человеке, а не в случайных обстоятельствах, уготованных ему судьбой. Само собой разумеется, что случайным обстоятельствам уделяют внимание не только зеваки, придающие значение лишь поверхностным мелочам, но и мыслители, открывающие за этими мелочами скрытый смысл. Эти исследователи явлений с умом естествоиспытателей, и теперь у них сложилась своя традиция, не особенно древняя, но богатая. Бальзак мог бы сойти за их родоначальника и патрона. Другой род исследователей — исследователи человеческого существа в его временной оболочке. У них традиция столь же древняя, как и европейская литература, и они гордо именуют себя гуманистами. Название, подчерпнутое от слова «человек». У литературы свое собственное время. Оно не то, какое регулирует обыденную жизнь, и даже не то, которое передвигает стрелки на часах истории. Прошлое, настоящее, будущее в литературе не разграничены между собой простой последовательностью. Собственно, у них вообще нет границ. Они текут общим и единым потоком. Чтобы выразить эту мысль отчетливее, я прибегну к понятию прогресса. Если законно говорить о прогрессе в науке, в технике, в устройстве общественной жизни, то что может означать прогресс в литературе? Выражение «прекрасное никогда не стареет» — не пустая фраза. Между поэмами Гомера и паном Тадеушем Мицкевича лежат двадцать шесть веков. Но разве этот огромный отрезок времени, наполненный столькими переменами, имеет какое-нибудь значение для оценки художественности и даже актуальности этих поэм? Не вернее ли было бы сказать, что поэмы Илиада с Одиссеей и пан Тадеуш — ровесницы, потому что их породил один и тот же час поэзии? Платон писал в IV веке до н.э., но в искусстве философского диалога до сих пор никто с ним не сравнялся, хотя у него было множество последователей. Можно ли утверждать, что Терцина — стих божественной комедии, со времен Данте развелась, что поэты двадцати следующих поколений усовершенствовали ее до такой степени, что версификационное искусство великого флорентийца после них выглядит столь же беспомощным и неуклюжим, как оружие эпохи Данте в сравнении с современным оружием? Нет, ничего подобного не произошло. Точно так же, как жизнь литературного произведения не замыкается в границах времени, так и творческая фантазия не ведает подразделения на настоящее и прошлое. Все, что когда-то было, для писателя продолжает существовать, а световые годы, отделяющие нас от блуждающих во Вселенной, миражей минувших эпох, на хронометре поэтической впечатлительности действуют не более секунды. Писателю чуждо, даже непонятно подразделение человеческих дел на такие, которые достойны его труда, потому что в них пульсирует день сегодняшний, и на такие, которые якобы утратили ценность, поскольку принадлежат прошлому. На всем пространстве земного шара за весь период времени, что прошел человек-житель Земли, нет человеческого дела, которое не заслуживало бы стихотворной страфы или страницы высокой прозы. Обаяние истории не слабеет. К сожалению, в ней уже нет девственных областей, как их нет и на земном шаре. Литература проникла повсюду, везде сумела обосноваться. Некоторые фигуры или эпохи она залепила, как соты, медом и воском. Каждый новый документ, обнаруженный в архиве, каждый удар лопаты археолога, настораживает писателей, не явилась ли новая тема. Поспешность иногда приводит к художественным ошибкам. Пример тому — Тотанхамон на Крите Мережковского. Чарующий и столь богатый памятниками материальной культуры эгейский мир таит в себе коварную ловушку. Как только мы расшифруем и прочтем эгейские письмена, а это может произойти в любую минуту, как только мы услышим голос этого до сих пор молчавшего мира, познаем окраску и тон его мысли, тотчас же реконструкция, основанная на одних только материальных предметах и произвольных домыслах, превратится в забавный курьез. История поставляет литературе кое-что более ценное, чем факты и лиц, а именно произведения, сообщающие об этих фактах и лицах, но не в форме сухих записей летописцев, а в интерпретации великих мыслителей и художников слова. Геродот, Фукедит, Цезарь, Солюстий, Тацет, Комин, Макеавелли, Длугаш, я называю только немногих, кто первый пришел на ум. Все это великая сокровищница характеров, психологических анализов, конфликтов, сцен, диалогов, мотивов, которые вошли в обиход и продолжают в нем оставаться в разных версиях, причем иногда текст оригинала повторяется почти дословно. То же относится к мемуарам и к письмам. Впрочем, и произведения самого низкого качества могут привлечь внимание и импонировать воображению так, что одурачивают простодушных, принимающих их на веру. Чего только не наплел Светоний! Скольких диких выдумок не наплодил Диоген Лаэрдский! Но существуют книги про матери с бесчисленным потомством, как Библия, Гомер, Махабхарата. Греческая мифология в течение десятков веков царила в литературе, где никогда не занималась простая утренняя заря, а только эос или аврора, и в каждом стихе луна была печальной селеной, наклоняющейся над спящим эндемионом. Потребовалось множество поэтических крестовых походов, чтобы сжить со света богов античности и очистить место для святых церкви, открыть доступ в литературу христианским легендам и агеографии. Но сегодня в литературу вновь возвращаются эдипы, электры, антигоны и орфеи. Литература непрерывно обновляется за счет собственного материала. Вновь и вновь повторяются извечные мотивы, и многие из них обыгрывались уже в древности. Жироду с ироническим кокетством поставил перед амфитрионом цифру 38, имея в виду длинную череду предшественников. Но существуют темы, перед которыми можно было бы поставить и трехзначное число, а может быть и побольше. Долговечность некоторых литературных персонажей поражает и восхищает. Монографии о них не уступают по яркости фантастическому роману. Так, за спинами Папкина и Заглобы, героев Фредро и Сенкевича, Мы видим бесчисленную толпу рыцарей-бахвалов в костюмах всех эпох, разговаривающих на всех языках, и только где-то в отдаленной перспективе IV века до н.э. обнаруживаем их прототип — ветерана походов Александра Великого. К стыду писательской изобретательности мы обладаем каталогами литературных тем и мотивов вот уже два тысячелетия странствующих по эпосам, романам, драмам. Совсем как в классическом китайском театре, где много столетий неослабевающим успехом пользуются во все новых и новых сценических обработках «История бедного студента», счастливо замыкающего цепь своих злоключений золотым перстнем мандарина. Готци насчитал 36 трагических ситуаций, постоянно используемых драматургами. Жерар де Нарваль уменьшил это количество до 24, добавив, что все они вытекают из семи смертных грехов. Каждому драматургу следовало бы проверить вычисления Готци и Жерара де Нарвале. Стихи ранних поэтов Америки сотрясаются от пения соловьев и жаворонков. А между тем, как утверждают орнитологи, этих птиц в Америке не водилось. Откуда же их взяли, поэт? Из английской поэзии, которой они подражали. А та не могла обойтись без соловьев и жаворонков, по крайней мере, с тех пор, как Джульетта спорила с Ромео. Это поет соловей, а не жаворонок. Потребовалось много времени, прежде чем дерзкие новаторы открыли уши и глаза и направили интерес американской поэзии на родных дроздов. Тот же самый процесс можно ныне наблюдать у поэтов таких молодых стран, как Австралия или Новая Зеландия. В сентиментальной «Валерии», которую читает Панна в первой части «Дзядов», есть знаменитая сцена, где Валерия танцует танец с покрывалом в испанском посольстве. С одинаковой грацией «Дельфина» танцует полунез, «Каринна» — тарантеллу, другие героини — кадриль или минуэт, и неизменно при этом присутствует герой, чтобы любовь могла поразить его как гром. Так один и тот же удачный мотив способен на протяжении каких-нибудь десяти лет найти воплощение во многих любовных историях той эпохи. Не будем смеяться. Потомки наверняка найдут у нас образы, заимствованные нами из книжек, причем мы не заметили даже, что в нашем окружении они не существовали. Литературное наследие обладает деспотической властью над словом, над воображением, над видением мира, и оно способно заслонить действительность, как это случилось с поэтами Средневековья, заимствовавшими у древних описания дворцов и храмов и проглядевшими замки и соборы своей эпохи. Литература может даже прожить одной словесной субстанцией, почерпнутой из излюбленных произведений, как то имело место в поэзии гуманистов. В ней без конца перетасовывались стихи и обороты римских поэтов, и никогда нельзя было точно решить, слышим ли мы голос живого сердца или отголосок умерших эпох. Если же поэт отваживался дать образ нового времени, новых людей, собственных переживаний, то чаще всего это происходило в моменты нетерпения и ценой нарушения правил метрики или синтаксиса. Подобная зависимость от чужого творчества и мозаика гуманистов и вергилий, перелицовывающей гумера, нас удивляет. Однако наши же собственные повадки отличаются лишь степенью, а не принципиальна. Всегда исходным пунктом служат литературные материалы. У кого из писателей нет в поле зрения авторов и книг, в которых он ищет импульса, стимула, помощи, руководства? Стивенсон, рассказывая, как создавался «Остров сокровищ», не колеблясь, назвал с полдюжины книжек, влияние которых явственно сказалось на его романе. Такая откровенность случается редко. Обычно эту функцию за авторы выполняют впоследствии исследователи его творчества. Абсолютная творческая самобытность — миф и напоминает греческие сказания о людях, не имевших родителей и выросших из земли. Миров существует столько, сколько есть мыслящих индивидов. Миры эти поражают своим разнообразием. Одни из них малы и тесны, другие необъятны, рядом с серыми и безрадостными появляются красочные, где звучат звонкие и веселые голоса. В одних царит вечное ненастье, другие наслаждаются неизменно прекрасной погодой. Наподобие некоторых туманностей, известных только по гипотезам, эти миры настолько иногда далеки друг от друга, что ни один луч не дойдет от одного до другого. В одиночестве движутся они своими путями и гибнут в бесконечности. В этом разнообразии человеческих характеров писатели не только не составляют исключения, но даже отличаются один от другого больше, чем остальные люди. Каждый из них живет под своими собственными звездами, обреченные на собственный, ему одному уготованный жребий, на неповторимую, ни на что не похожую судьбу. Не случайно, что писателю приходят помыслы, каких никто, кроме него, даже не предчувствует, а если бы кто-то до них и додумался, то уж, конечно, увидел бы их не в той форме, в какой они открылись писателю. Никто не видит всего. Каждый проходит мимо множества вещей, так их и не заметив, потому что это не заденет его внимание, поглощенного интересующими его предметами. Отсюда возникали обвинения в умственной слепоте, в отсутствии воображения, в черствости сердца. Гёте искал в Падуе книги Палладио и проглядел фрески Джотто. Так не заметил их и в Ассизе, где разыскивал алтарь Минервы. Любой писатель может быть так же рассеян среди богатств мира. Он выбирает лишь малую талику, нужную ему, и причем иногда еще урезает ее. Мицкевич в самых неожиданных местах умудрялся отыскивать пейзажи, напоминавшие ему Литву, не замечая всех остальных пейзажей и достопримечательностей, вдохновлявших других поэтов. Гении гораздо разборчивее и капризнее дилетантов, с их огромным, все жадно поглощающим любопытством. Физические и психические особенности, наследственные или приобретенные, привязанности, пристрастия, уходящие своими корнями иногда в раннее детство, всяческие привычки, повадки, идиосинкразии формируют механизм восприятия нашего ума, и от них зависит, на что может быть обращено наше внимание, что оплодотворит нашу мысль. Особенно ясно это ощущается, когда писатель принуждает себя работать над темой ему чуждой, навязанной внешними обстоятельствами. Всего мастерства, каким он владеет, недостаточно, чтобы обеспечить ему свободу движений. Он заблудится в вещах незнакомых, будет скользить по поверхности и говорить о них так, словно думает в эту минуту о чем-то совсем другом. Помните одиннадцатую песнь Одиссеи? Одиссей сидит у входа в подземный мир и ожидает душу Терезия, которая должна предстать, напиться свежей крови закланного барана, а, подкрепившись ею, обретет дар речи и предскажет будущее. В это время со всех сторон теснятся тени умерших, алча этой крови, желая обрести хотя бы на миг сознание дар речи. Но неумолимый Одиссей отталкивает души умерших, отталкивает даже родную мать, ожидая единственную душу, ради которой он издалека прибыл сюда. Вот метафорическое изображение писателя, одолеваемого призраками, жаждущими жизни, воплощения. Он стойко им противостоит, отдавая предпочтение образу, выбранному сердцем или разумом из множества других. Придет черед и для других, если хватит времени. Но времени редко, когда хватает. Писатель, расставаясь с миром в глубокой печали, прощается со всеми голосами, очертаниями, лицами, фигурами, которым не смог дать жизни и которые долго рисовались ему в мечтах. В лабораториях литературы В течение многих веков поэты не гнушались званием ученых. Доктус было почетным обращением в римской поэзии. В период, когда зарождалась латинская литература, греческая переживала Александрийскую эпоху, в которую ученость поэзии достигла апогея. Не говоря уже о крупных поэмах, даже в легкой эпиграме налицо следы мифологии, истории или литературы, понятные только очень образованным людям. Само по себе это явление не было новостью, но для Александрийского периода она особенно характерна. Уже и Пиндар был ученым, превосходным знатоком народных преданий, умевшим извлекать из них неповторимые тона, придавать им особую окраску. Гесиот проявил себя скрупулезным теологом, когда составлял теогонию. А как внимательно наблюдал он за полевыми работами, когда писал «Труды и дни». Гомер не смог бы без серьезного исследования добыть сведения о бронзовом веке. И совершенно очевидно, что он изучил еще очень много вещей, в первую очередь из сферы военного искусства, мореходства, медицины. Поэты, обрабатывавшие после него тему Троянской войны, собирали огромный материал из мифологии с тысячью вариантами. Наличие подобной же предварительной работы легко обнаружить и у трагиков, особенно у Еврипида, который старался найти необычную и оригинальную форму для избитого, всем известного предания. Трудно представить себе, что отец римской поэзии Энней не заглядывал в книжки, когда собирал материал для своих анналов. Лукреций в поэме о природе вещей дал как бы общий обзор материалистической философии. Вергилий для Энеиды использовал свои обширные познания мифологии, истории, географии, религии. В каждом стихе, в каждом определении ощущается основательное изучение деталей. Господин Бержере, карпя над своим Вергилий-мореход, использовал едва лишь малую частицу этой поэтической энциклопедии. Овидий, работая над метаморфозами, проявил себя как настоящий ученый-мифограф, а его фасты остались неоконченными, потому что в ссылке в варварских томах у него не было под рукой научных трудов. Средневековая наука была беспорядочна и фантастична, однако поэты почитали своим долгом постичь ее, и божественная комедия в равной степени насыщена вдохновением Данте, как и знаниями поэта о современном ему мире. Свои знания о мире он выразил и в пире, поставившем его в один ряд с ученейшими людьми того времени. Гуманизм приучил поэтов пользоваться материалами, почерпнутыми из книг, даже для выражения наиболее личных, интимных чувств, и при чтении каждого стиха, написанного в ту эпоху, мы сначала видим руку, тянущуюся к книжной полке, и только потом бумагу, чернильницу и перо. Мильтон издал учебник латинской грамматики, логику, историю Англии, теологический трактат, де доктрина, крестьяна, собирал материалы для большого латинского словаря. В Европе 17-18 веков это века поэтов, разрабатывавших темы, требовавшие предварительного изучения, и даже Ла Фонтен, единственный, может быть, настоящий питомец школы бездельников, имел репутацию добросовестного исследователя природы. Романтизм освободил от обязательной учености, по крайней мере, лирику, благодаря чему нынче никто из пишущих эротические стихи или стихи с настроением, например, о дождливом дне, не изучает литературу предмета, не составляет реестр метафор и воздыханий, служивших поэтам прошлого. Однако и романтизм не предоставил поэтам право на невежество. Мицкевич получил великолепное образование, позволившее ему с одинаковой легкостью читать лекции по латинской литературе в Лозанне и по-славянской в Коллежде Франс. А его написанную по латыни оду в честь Наполеона Третьего вполне можно поставить в один ряд с латинскими стихами гуманистов шестнадцатого века. Красинский хорошо знал историю и философию. Словацкий не черпал своих знаний из элементарных справочников. Все выдающиеся поэты обладают основательной умственной культурой. Это ощутимо у Воспянского, до самых глубин продумавшего историю Польши и античность, и у Каспровича, возглавлявшего университетскую кафедру. Это только среди литературных однодневок без всякого будущего встречаются пустоголовые экземпляры. Стефан Жеромский на страницах снобизма и прогресса возмущался невежеством польских кубистов, футуристов и экспрессионистов, а десять лет спустя какой-то стихоплет отвергал французских Боль-де-Леров, неспособный уважать художника, чье имя, наверное, знал только понаслышке. На всякого, кто раскроет том стихов, Аполлинера сразу же пахнет густым чадом эрудиции, эрудиции необычной и запутанной, добытой автором алкоголей в те бесчисленные часы, которые он проводил в национальной библиотеке, ибо он вовсе не просидел всю жизнь в кабаке, как это воображают его теперешние почитатели. Поэт за работой такова подпись под портретом Эмиля Верхарна кисти Рейсселберга, склоненный над рукписью поэт, на столе открытая книга, в глубине библиотека. Некогда роман совершенно не нуждался в подготовительной работе. В те беспечные времена, когда Гелеодор писал свою Эфиопику, а Лонг складывал очаровательную идиллию Дафни с Ихлоя, и позже, когда создавались книга о Магеллоне и книга о Мелюзине, и, наконец, в пору потрясающих любовных историй, от которых помутилась в голове у рыцаря из Ла-Манчи, роман рождала ничем не сдерживаемая фантазия, обогащенная перемешавшимися воспоминаниями прочитанного и подслушанных сказок, рассказов, вечерних бесед. Словом, роман рождался из бесчисленных мотивов, круживших по свету по всем дорогам, где только ступали люди. Но в этой чаще нелепости и вздора появлялся иногда художник, которому удавалось сквозь дебри проложить тропинку к настоящей красоте. Это были исключения. От подавляющего же большинства тогдашних романов явно отдавало ярмарочным балаганам. Небылицы, называвшиеся в XVIII веке в Польше романами, были смешны и постыдны. Роман зажил новой жизнью благодаря писателям, не пренебрегавшим этой презираемой литературной формой и превратившим ее в предмет серьезной художественной работы. Они внесли в роман психологию, изображение быта, проявили верное чувство истории, обогатили роман мыслью общественной и философской, согрели его настроением, облагородили стилем. Ричардсон, Филдинг, Голдсмит, Стерн, Вальтер Скотт в Англии, Лессаж, Прево, Бернарден де Сент-Пьер, Шодерло де Лакло, Руссо во Франции, Великий Сервантес в Испании, в Германии Гёте, Вертер, Вильгельм Мейстер, избирательное сродство, доказали, что роман может быть произведением искусства и произведением мысли, если за него берется художник и если у этого художника есть что сказать. Явились Бальзак и Стендаль, Теккерей и Диккенс, тронулись вешние воды девятнадцатого века. Флобер, Доде, Золя с тысячами более мелких притоков показали миру жизнь Франции. Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, взрыхляя по пути черноземную тайну русской души, образовали могучий поток северных вод. Волнами Вислы наплыли Сенкевич, Прус, Жеромский. Скандинавские страны заявили о себе прозой Гамсона, Бьернсона, Сельмы Лагерлёв. Сразу же изменился ландшафт европейской литературы. Где еще совсем недавно выселись гордые замки, башни из слоновой кости, храмы мечтых поэтов, выросли здания в новом стиле, простые и повседневные, шумные поселения человеческих душ всех эпох и сословий. Короли, рыцари растворились в толпе обыкновенных людей из мастерских, лавок, с биржи, с чердаков, из сточных канав. Знатных дам едва можно было различить в толпе простых женщин, подвластных тому же самому чувству любви, что томило ей сердца аристократок, женщин, которым в салоны литературы ранее доступ был закрыт. Роман поглотил эпопею, дидактическую поэму, идиллию, жанры, отвергнутые современными поэтами. Однако роман перенял от этих жанров много композиционных приемов, мотивов, персонажей, настроений. Роман вторгся в область истории, социологии, философии и начал питаться всеми соками организма мира. Вопреки возникшим с некоторого времени разговорам об упадке романа, он не перестает оставаться главным литературным жанром нашей эпохи. Даже род прекрасной мелюзины и тот не вымер окончательно, и потомство благородной королевы Банялуки из восточной страны, облаченная в новые одеяния, повторяет свои приключения на страницах романов, предназначенных, так же, как и те для писарей и горничных. Но они уже не относятся к настоящей литературе, и никакой Мартин Сенник, никакой иероним Мортштин не обеспечит им место в учебниках литературы. С возрождением романа наступили большие перемены в работе писателя. Уже недостаточно одной только фантазии и так называемой гладкости стиля. Избранная тема требовала труда, о каком не имели понятия и каким весьма возможно пренебрегли бы авторы старосветской литературной стрипни. Никогда раньше не придавалось столько значения деталям, реалиям, никогда так не углублялись в мелочи кажущиеся человеческой жизни. Автор романа собирает свой материал как ученый. В зависимости от темы он изучает историю, археологию, медицину или сельское хозяйство, наблюдает и фиксирует особенности быта, прислушивается к разнице в наречиях и к выражениям свойственным только данной среде, знакомится с местностью, где развертывается действие, для некоторых эпизодов или персонажей ищет дополнительных специальных сведений, может на время работы над романом превратиться в стратега, планы битв в войне и мире, в юриста, в шахтера, в моряка. Все ремесла, все виды человеческой деятельности, он старается познать основательно. И если ему не удается сделать это на личном опыте, самому проникнуть в эти новые для него и незнакомые области жизни, которые он собирается изобразить, он заменяет это внимательным и усердным наблюдением извне, или в крайнем случае информацией из заслуживающих доверия источников. И происходят удивительные вещи. Те самые люди, что в школьные годы испытывали к науке отвращение и еле-еле переползали из класса в класс с клеймом лентяя на лбу, вынося из законченного учебного заведения совершенно дырявый мешок познаний, те же самые люди вдруг берутся за изучение предметов, которыми они некогда пренебрегали, не пугаются никаких трудностей и проявляют такое неслыханное рвение, будто здесь дело идет об их будущем, о дипломах и степенях. Они приобретают основательные познания, нужные им только для написания книги. Томас Манн вспоминает о своих легкомысленных школьных годах, а между тем каждая глава «Волшебной горы», доктора Фаустуса или Лотты в Веймаре, свидетельствуют о безупречном владении материалом, касается ли это медицинских тайн туберкулезного санатория, дискуссий на идеологические темы между нафтой и сеттенбрине, музыки или жизни и творчества Гёте. Впрочем, сам Томас Манн, рассказывая о годах, когда он писал Фаустуса, даёт возможность заглянуть в свою мастерскую, где скоплены огромные запасы материалов, и упоминает о бесконечных консультациях с музыковедами. По эрудиции Анатолия Франца никто бы не догадался о его неладах с наукой в гимназические годы, а до университета он так и не добрался. Точно так же и Жеромский, страдая от голода интеллектуального и физического, как это видно из его дневников, неустанным трудом не только добыл себе в конце концов знания редкого среди польских писателей уровня, но и непрерывно умножал и расширял их на протяжении всего своего писательского пути до последнего мгновения. Каждая страница его «Ветро с моря» свидетельствует об огромной эрудиции автора. Прусс же, такой простой и доступный в своих романах, так редко приоткрывающий на их страничках двери в кабинеты ученых и мыслителей, только в личных заметках и записках обнаруживает глубокую работу мысли и непрерывное общение с наукой. Необходимость такой работы для писателя объясняет, почему писатель не любит и предпочитает избегать тем, выходящих за рамки его познаний. Нужно известное самопожертвование, чтобы дать себя вырвать из привычной среды, из уютного кабинета, оторваться от мудрых и милых книг и отправиться в шумный цех к пахнущим смазочным маслом машинам, слушать фабричный шум, резкие голоса хлопочащих, торопящихся людей, погрузиться в путаницу винтов, болтов, подъемных кранов, а затем забраться еще выше, в страшную сферу математических формул, приводящих в движение этот грохот и скрежет. И на такие акты самопожертвования писатель готов идти не только ради книги в целом, но нередко для одного ее эпизода, для двух-трех фраз, даже для одного единственного сравнения. Флобер откладывает рукопись начтые иродиады и пишет письмо известному ориенталисту с просьбой перечислить названия гор, вершины которых видны из крепости Махаэро, причем состоящие из двух слогов. Писатель прерывает работу до получения ответа, призванного рассеять его сомнения, выправить возможные ошибки и предохранить от греха, если пренебречь точностью ради ритма фразы. когда Сментик в первой части «Ветра с моря» должен был играть на виоле, Жеромский занялся контрапунктом, ознакомился с различными смычковыми инструментами, их происхождением и историей, и все это подробно записал в записной книжке. Даже если бы такой материал в дальнейшем оказался ненужным, не вошел бы в сюжет или в описание, романист, строя дом для своих героев, должен знать форму окон, цвет стен, устройство кухни, конструкцию ручки на двери, в которую войдет его героиня. А сколько неприятностей его подстерегает, если он не знает покроя платья и названия ткани, из какой оно сшито. Здесь дело идет не о пространных цветистых описаниях, каких встречалось так много в старинных романах, а о вещах, сросшихся с человеком и предопределяющих его характер и жизненные принципы. Ведь энтомолог Фабр не ради красочности описывал растения, на которых живут насекомые, так и авторы романов научились от естества испытателей искать связи между человеком и его средой. Следуя примеру бактериологов, пробующих прививки на себе, писатели не боятся иногда принять наркотик, чтобы испытать его действия, прежде чем описывать в романе, или же меняют образ жизни на необычный и тяжкий, прежде чем впрячь в это ярмо своих героев. Голод в самом делишности, подлинности, непреодолимая жажда проникнуть в самую суть явления, которое предстоит воплотить в слове, иногда оборачивается для писателя кошмаром. Он буквально страдает, если в его творческом замысле остаются пустые и неясные места, которые можно заполнить и прояснить лишь посредством дальнейшего изучения или более глубокого вчувствования в описываемое явление. Начиная писать книгу, писатель был уверен, что знает ее географию, прекрасно помнит и представляет себе все части ландшафта, и вдруг оказывается, что солнце не знает, с какой стороны ему всходить, а чайки тщетно стараются найти путь к озеру. В таких случаях писатель запирает ящики письменного стола и упаковывает чемоданы. Так поступил Флобер, прервав работу над Саламбо и отправившись еще раз на развалины Карфагена. Точно так же он отправился на похороны некой мадам Понше, супруги врача, разбившейся при падении с лошади. Флоберу был нужен материал для описания поведением Сьебавари на похоронах жены. Пишущий эти строки тоже находился в подобном же положении, когда прервал работу над Олимпийским диском, чтобы еще раз на месте воссоздать для себя Олимпию начала пятого века до нашей эры. В нас вызывают чувство стыда книги, где ясно видно, что их авторы учились географии исключительно по учебникам и беспомощно блуждают в никогда ими невиданных местах и описывают их с ничем не оправдываемой самоуверенностью. Стивенсон рассказывает, как он тщательно начертил карту своего острого сокровищ и добавляет, быть может карта и не часто имеет такое огромное значение для романа, как в моем случае, но все же она всегда нужна. Автор должен знать описываемую им страну, существующую в действительности или же вымышленную им, должен знать ее как собственную ладонь, расстояние, направление сторон света, и луна обязана держать себя безупречно. Я никогда не пишу без календаря. Упорное вживание в тему заставляет писателя прилагать определенные усилия, как это делал Тургенев. Он имел обыкновение во всех подробностях разрабатывать биографии своих героев, и в этом он не был исключением. Многие писатели так поступают. Тургенев же делал нечто большее. Когда он писал роман «Отцы и дети», он вел дневник Базарова. О каждой прочитанной книге, о каждом встреченном человеке, о каждом важном событии общественной жизни, он вносил в дневник записи, какие должны были бы прийти на ум Базарову, если бы он являлся автором этого дневника. Получился довольно объемистый том. после окончания романа ставший совершенно ненужным, как использованное сырье. Дневник требовался только для того, чтобы автор не спускал глаз со своего героя, знал все его мысли, чувства, впечатления. Так Тургенев добивался предельной жизненности своих персонажей. Если писателю приходится писать на тему, выбранную не по собственному вкусу, а во исполнение своего долга перед идеей, религией, народом, на тему, о которой до сих пор он и не думал, тогда подготовительная работа над материалом многократно возрастает. Так бывало с Золя. Он давал себя увлечь какой-нибудь общей идеи и выбирал для ее воплощения соответствующую среду, общественную группу или сословие. Затем собирал документацию. Ежедневно записывал личные наблюдения, касающиеся фона, отношений между людьми, людских характеров. Обдумывая своего аббата Муре, он каждый день ходил в церковь с толстым молитвенником подмышкой, становился поближе к алтарю, наблюдал за движениями и жестами священника. А для чрева Парижа совершал ежедневные прогулки до центрального рынка и по дороге составлял подробнейшую опись товаров, выставленных в витринах магазинов. Он ничего не читал, что выходило бы за пределы его темы, но зато старался ознакомиться со всем, что могло бы тему расширить, углубить. С утра он усаживался за письменный стол и обдумывал, каким способом выбранную им общую идею лучше всего проиллюстрировать персонажами и событиями. Постепенно вырисовывались действующие лица, складывались их биографии, внешний вид, имущественное положение. Затем оставалось только найти в адресной книге подходящие для них фамилии. И только после этого, располагая огромным запасом сведений, зная предмет до мельчайших подробностей, он составлял обстоятельный план романа глава за главой. Когда же план был готов, начинал писать. Правда, и он, и в еще большей степени его последователи перегружали роман деталями, профессиональной терминологией, были чрезмерно педантичны. Писатель вовсе не обязан в книге выкладывать весь запас своих знаний. Записные книжки, блокноты, папки с разрозненными листками — все это необходимый реквизит работы каждого писателя. Они или сопутствуют книге в процессе ее возникновения, или служат заранее собранным архивом впечатлений, наблюдений, заметок, которые могут пригодиться. Поэты записывают в них рифмы, начало стиха, метафору. Классическим примером служат записные книжки Теннисона из его путешествий по Корнуэллу, острову Уайт и Ирландии. Есть в них и наброски пейзажей, и короткие, как трель птицы, обрывки стихов. Не менее интересную записную книжку показывал мне некогда Юлиан Тувим. Изданный очень неряшливо дневник Жеромского вырос именно из таких карманных записных книжечек, куда писатель записывал впечатления, цитаты, краткие описания, сделанные чаще всего карандашом и в спешке. речь идет о небольшой книжечке под таким названием «Изданный до войны», а не о дневниках, вышедших несколько лет назад в двух объемистых томах и составленных из юношеских записей Жеромского. Нечто похожее было найдено в бумагах Анатолия Франца и частично опубликовано. Альфонс Доде так описывает свои маленькие тетради. Заключенные здесь наблюдения, мысли иногда занимают не больше строчки, ровно столько, чтобы позволить вспомнить жест, интонацию в дальнейшем использованные и развитые в каком-нибудь произведении. В Париже в путешествиях в деревне эти записные книжки заполнялись как бы сами по себе, без мысли о будущем их использования. Доде забыл добавить, что в эти книжки он вносил также имена и фамилии, привлекшие его внимание. Романисту и драматургу, в особенности плодовитым, нужно очень много комбинаций слогов, по которым человеческих индивидов различают друг от друга в метриках, документах, на вывесках и на могильных памятниках. Писатель сам их там выискивает, а кроме того черпает из гербовников, адресных книг, газет. Оскар Уальд нарекал аристократов в своих комедиях красиво звучащими названиями местностей в Англии. Польский писатель Юзеф Вейсенгов для своих Костков, Лигензов, Сбарских обращался к вымершим аристократическим родам. Пруст создал свой собственный готский альманах с фантастически запутанными геонеологическими древами. В жизни люди обычно не властны в выборе себе имени и фамилии. За исключением немногочисленных случаев псевдонимов или перемены фамилий, они носят с покорностью, твердостью или гордостью имя и фамилию, полученные при рождении. Однако нередко случается, что судьба проявляет определенную творческую изобретательность. На каждом шагу мы встречаем людей, удивительно подходящих для своих фамилий. Их даже трудно представить себе под другой. Фамилия становится как бы иероглифом, символизирующим физиономию, характер, профессию. Иногда даже создается впечатление, что фамилия управляет человеком, как бы приносит счастье или несчастье, вещает будущее. Писатели не хотят оказаться менее изобретательными, чем судьба. Поэтому выбирают для своих героев фамилия чрезвычайно осмотрительна. Правда, им иногда благоприятствует счастливое стечение обстоятельств. Случайно услышанная фамилия, как метеор, врывается в клубок мысли о жизни безымянного до тех пор героя. Так в голову Дюамелю буквально упала с вывески на углу улицы Сен-Жак фамилия Соловен. Она и по сей день красуется над кондитерским магазином. А банка дрожжей с названием населенного пункта Нехтице, увиденная Марией Домбровской в какой-то лавке, не только подсказала писательнице фамилию героини ночей и дней, но и совершенно особенным образом вторглась в процесс работы над романом. Фамилия срастается с образом. Кажется, что ее нельзя заменить иной. Флобер, назвавший героя воспитания чувств Фредерико Муро, ни за что не согласился изменить ее, хотя ему и досаждало неприятное обстоятельство, что в окрестностях Руана жила семья с такой фамилией. Подобные же неприятности имел и я с фамилией Градзицких в романе «Небо в огне», что привело к некоторым недоразумениям, но уже ничего нельзя было изменить. Фамилия становится для персонажа книги такой же незаменимой, как характер или внешний вид. На протяжении многих веков литература использовала так называемые «говорящие» фамилии, еще совсем недавно встречавшиеся в комедиях, а может быть и теперь еще не вымершие в каких-нибудь малохудожественных произведениях. Во всех языках, начиная с греческого, который первым их создал, а у греков имена и в самом деле были «говорящие», как и наши коренные польские, повторялись во всевозможных вариациях странные прозвища, равноценные маски и костюмы персонажа. Они отвечали принципу упрощенной литературной психологии, которая очень любила останавливаться на типах и характерах, прибегая к персонификации определенных черт и моральных недостатков. Персонажи, выступавшие под этими выразительными вывесками, олицетворяли собой только одну черту характера, и их снедала только одна страсть, а все остальное в их человеческой личности как бы вовсе и не существовало. Классическая французская драма, взяв из греческих мифов Федер и Андромах, делала из них символы людских чувств, живые, пламенные, страждущие, но оторванные от времени и от среды. Авторы пьесы-романов 17-18 веков поступали по примеру естествоиспытателей, дававших растениям и животным греческие или латинские названия, подчеркивавшие какую-нибудь особенность данного вида или просто-напросто красиво звучавшие. Тогда было полно эрастов, клетандров, альцестов. Эти герои Алькова могли уступать друг к другу имена, как они уступали возлюбленных. Им на смену пришли Юлии, Карины, Валерии в сопровождении Густавов, Октавов, Конрадов имена столь дорогие еще нашим дедам. Фамилия настоящая, действительная, становится необходимостью именно для тех персонажей, которые в книге предстают как реальные люди из определенной эпохи, среды, общественного слоя. Только та совокупность черт, какой индивиды различаются между собой в жизни, совокупность черт, предопределяющая их личную судьбу, запутанную, полную противоречий и неожиданностей, только она требует старательно составленной метрики. Возможно ли представить себе Вокульского, героя-куклы Пруса, под условной говорящей фамилией. Но это заслуга не только XIX века, еще того меньше эпохи реализма. Тримальхион Петрония, Дон Кихот и Санчо Панса, Эмилия Галотти и Минна фон Барнхельм Лессинга по фамилиям и по сущности своей, принадлежат к тем выразительным, полнокровным фигурам, которые нашему воображению говорят больше, чем самые хитроумные ходы в фабуле романа. Реализм, расцветший в XIX веке, как бы демократизировавший литературу, чрезвычайно расширил мир вымысла. У одного только Бальзака в человеческой комедии выступает пять тысяч персонажей. И литература к настоящему времени заполнена неподдающейся исчислению толпой, где есть святые без церквей, короли неизвестные истории, княжеские роды, не фиксированные ни в каких генеалогических книгах, вымышленные финансисты, управляющие биржами всего света, промышленники, не отмеченные в энциклопедиях, наконец, жители городов и деревень, в них не прописанные, но существующие в качестве соседей живых людей. Вот, собственно, единственно настоящее привидение, поселившееся в вымышленных домах. Париж, кроме нескольких миллионов своего населения, обладает еще почти таким же количеством жителей призраков, порожденных фантазией французской литературы, а в какой-то мере фантазией и других европейских литератур, неоднократно посылавших туда своих героев. В этом заключается одно из очарований этого города. Каждый воспринимает его как мечтатель Реймонда. Другие столицы нашего континента, хотя и в меньшей степени, тоже обросли литературными персонажами, и исходное явление наметилось в западном полушарии. Наносит обиду своей родине писатель без особых поводов, а таковые редко имеются, отказывающиеся от существующих в действительности населенных пунктов и заменяющие их вымышленными, в особенности, когда он вымышленным и необычным именем нарекает старинный и заслуживающий уважения город. Клериков у Жеромского Когда путается в наименовании улиц, этим никогда не грешил Бальзак, у него представлена вся Франция и ее городами и селениями. Из Суден в холостяцком хозяйстве Дуэ в поисках Абсолюта Алансон в Старой Деве Сомюр в Евгении Гранде Ангулем в Двух поэтах Тур в Турском Священнике Лимош в Сельском Священнике Сансер в Провинциальной Музе Всех не перечислишь, а ведь Бальзак писал во времена, когда еще были в моде ныне уже не употребляющиеся обороты, вроде «Это произошло в городе Н или Икс». Анонимы, криптонимы или псевдонимы порождались робостью авторов, не решавшихся поместить действие романа в определенной и известной среде, или из опасения задеть чью-то амбицию, или из неверия в свое мастерство, потому что легче создать вымышленный персонаж, нежели верно и художественно передать существующий в действительности, где каждый может проверить, насколько эта передача верна. Иногда дело решает простое удобство. Франц в современной истории создал типичный провинциальный город. Это он смог сделать, припомнив все ранее виденные им французские провинциальные города. А специально выезжать из Парижа, чтобы верно воспроизвести топографию какого-нибудь Дижона или Гренобля, ему не хотелось. Многое зависит от темперамента и личного вкуса писателя. Но бывает, что писатель изменяет своему вкусу. Например, Мицкевич заявлял, что испытывает отвращение к городам, которых нет на географической карте, и к королям, которых нет в истории. А между тем умудрился так замаскировать свое соплицово в пане Тадеуши, что с полдюжины местечек под Новогрудком претендуют на честь быть владениями судьи. Трудно было бы требовать от Стендаля всю жизнь прибегавшего к конспирации, чтобы он снизошел до большей откровенности в отношении своих героев. Ту же склонность к мистификациям проявляет и Вацлав Берент. В гниле он ни разу не выдал, в каком городе происходит действие, а живые камни окутал таким туманом, что всякие догадки будут тщетны. Несколько иные вещи мы встречаем у Пруста. Этот дотошный и скрупулезный исследователь своего малого большого света фантазировал с подлинной страстью. Он выдумал множество географических пунктов, так гармонировавших с французским пейзажем, что мы готовы обвинить географическую карту в пробелах, когда не находим на ней этих городов. И Пруст одержал редчайшую победу. Местечко Илье присоединило к своему наименованию прустовское Комбре. И ныне называется Илье Комбре. Причем дело идет к тому, что первая часть этого двойного наименования может исчезнуть. И в географических названиях будущей Франции останется Комбре. Два слога, созданные фантазией поэта. И в выборе фамилий сказываются индивидуальность, стиль, вкус писателя. У плохих авторов обычно и фамилии героев выбраны неудачно. Такие скрижещущие фамилии, как Оржавич, Сджарский, Джаджиджинский, хотя и могут встретиться в действительности, прельстят лишь очень непритязательное перо. Один из самых глупых французских романистов, Абель Эрман, в каком-то романе вывел польку и дал ей имя княгине де Коломеа Пшемысль. Впрочем, не он один допускал такие ляпсусы. Польским именам и фамилиям в иностранной литературе не везет. И чего же требовать от билетристов, если профессор Сорбонны Шарль Брюно в одной из своих статей утверждает, что Кельцы по-французски называются Сандомир. А ведь это два разных города. Мы не остаемся в долгу и платим тем же невежеством народам от нас отдаленным, стоит нашей фантазии забрести в их края. Не менее показателен бывает выбор названия книги. Здесь проявляются вкусы и склонности, иногда неосознанные тенденции, которым данное произведение призвано служить на конец мода или обычай эпохи. В некоторых случаях предпочтение отдается скромности и простоте названия, в других его необычайности, запутанности, загадочности. Эльжбета Дружбацкая проявила некоторую умеренность, когда озаглавила свою поэму следующим образом «Фортеция, богом вознесенная, пятью вратами замкнутая, сиречь душа человеческая с пятью чувствами». Другие поэты в этот же период и в более ранние времена сооружали названия на целую страницу, как в первых изданиях драм Шекспира, где в титул выносилось нечто вроде «краткого содержания пьесы». Заявляет свои права и настроения, господствующие в данную эпоху, веселость или печаль, робость или дерзание, жизнерадостность или меланхолия, в периоды, когда господствовал сентиментализм, сердца чувствительных читателей трудно было бы привлечь к каким-нибудь сухим названиям. Любители символов выбирают для названий цветы, звезды или слова, содержащие в себе скрытый смысл произведения, его идею. В названии может оказаться любая часть речи, даже наречие, даже диепричастный оборот, как, например, у Честертона «вообще говоря». Обычно читатели полагают, что название так сразу и свалилось на первую страницу рукописи. Иногда действительно так и случается, но реже, чем думают. У авторов бывает много хлопот с названиями. Они меняют их по нескольку раз, советуются с другими, считаются с мнением издателя. Роман Флобера сначала должен был называться «Скарфаген», и только позднее название сменилось на «Соломбо». Огнем и мечом Сенкевича первоначально называлось «Волчье логово». Сенкевич переменил название по совету одного из друзей. Название второй книги его трилогии «Потоп» придумал Геккель, редактор Варшавской библиотеки. Автору же принадлежит название лишь третья часть, «Пан Володеевский», самое простое из всех. Называть произведение по имени главного героя обычай столь же древний, как и Одиссея. А для античной трагедии он был ненарушимым правилом. Несмотря на всю ясность и выразительность такого названия, иногда оно могло привести к недоразумениям, как, например, в случае с Паном Тадеушем, где персонаж, носящий это имя, абсолютно не подходит на роль главного героя. Название — это символический знак, выделяющий данное произведение среди всех других. Если произведение становится бессмертным, этот символ обретает особую прелесть. Случается, что произведение или целиком поглощает автора, как песнь Орланди, Нибелунги, сказки «Тысячи и одной ночи», или же от автора остается бледная тень, до которой нет дела читателям, тянущимся жадными руками за томом Робинзона Крузо. Сколько мечтаний, размышлений, воздыханий, воспоминаний пристало к книгам, живущим с нами на протяжении многих веков. Авторы новых книг иногда вступают с ними в перекличку «Спор» или «Союз», например, «Небожественная комедия» Зигмунда Красиньского. Названия иногда повторяют друг друга. Одни и те же одновременно возникают в разных странах. А бывает и так, что в одной и той же стране два автора, ничего об этом не ведая, выпускают в свет две книжки под одним и тем же названием. Сосуществование таких книг вещь очень неприятная, как «Довейки» с «Домейкой». Желая этого избежать, писатели заблаговременно оповещают о названии книг, которые намерены написать, сопровождая иногда такое оповещение с ссылкой на авторское право. Но они редко меняют свои планы и забывают написать книгу под обещанным титулом. Эдмон Растан как-то задумал отвезти специальную полку в своей библиотеке для ненаписанных книг. Все они должны были быть в красивых переплетах, названия, тесненные золотом, но внутри только пустые страницы. Это те задуманные и нареченные, но так и не родившиеся книги. Склеп, не воплотившихся в слове замыслов и мечтаний. Стиль Речь — это система знаков. Словами мы сигнализируем другим людям о том, что происходит в нашем сознании. Знание данного языка можно сравнить с обладанием ключом-шифром, необходимым для принятия передачи чужой станции. Известие, переданное шифром, сообщает какой-то факт, подробности которого принимающий дополняет собственным воображением. Точно так же простейшая фраза, которой обменялись два собеседника, является ничем иным, как кратким сигналом, требующим разъяснения и не застрахованным от непонимания. Кто-то говорит, «Это чудовище!» Шесть слогов, предельно сжатая информация, символ и иероглиф. Будучи метафорой, эта фраза навязывает образы, не имеющие ничего общего с нравственной оценкой, в ней выраженной. Едва произнесенная, она пробуждает в нас целый рой представлений, ассоциаций, аффектов, и для подробного их описания потребовалось бы несколько страниц. Даже Пруст отказался бы от такой непосильной задачи. А жизнь, между тем, справляется с ней в мгновение ока. И два беседующих человека, осыпав друг друга тысячами шарат, расходятся довольные собой и уверенные, что поняли один другого. Кто в это хорошенько вдумается и притом по натуре окажется пессимистом, тот откажется пользоваться словами и, как философ Кротил, ограничится жестами. Наверное, нечто подобное рисовалось веселой фантазией Рабле, когда он писал сцену «Диспута Панурга». Тот факт, что слово является знаком, символом, не смущает поэтов. Напротив, образ поэзии, как некоего семафора, разговаривающего во мраке ночи вспышками разноцветных сигналов, очень для них привлекателен. Неприятно только, что сигналы, которыми поэт старается ввести нас в мир своей мечты, служат всем и для самых прозаических целей, а кроме того, очень бесцветны. Стоит погрузиться под поверхность явлений, и уже оказываешься обреченным или на молчание, или самое большее на невнятное бормотание. Да, кроме того, и сами явления весьма неподатливы. Вот перо Бальзака беспомощно споткнулось, и мы читаем. «В комнате царит ночной сумрак». В каком словаре искать слово для его описания? Здесь нужна кисть художника. Откуда взять слова, чтобы передать жуткую игру нависших теней, фантастический трепет занавесок, колеблемых ветром, тусклый свет источника, скользящий по красной материи, очертания платья, свисающего со стула? В самом деле откуда? Любая утонченность в передаче наших психических состояний и при воспроизведении материальной действительности попытка дать возможно более четкую и верную реляцию о наипростейших вещах неизбежно натыкаются на огромные временами абсолютно непреодолимые препятствия со стороны слов. Эти слова, появившиеся много веков назад, не предназначались для столь высоких целей. И вот писатель оказывается перед дилеммой или не высказывать свою мысль до конца, или, пользуясь словами-символами, сделать ее темной и непонятной. Некоторые прибегают к чрезвычайной мере и выдумывают новые слова. Случалось, что целые периоды литературы оказывались охвачены неистовой манией неологизмов, как если бы слов естественных, полученных по наследству, не хватало. И сколько писателей потерпели крушение, посвятив себя этому неблагодарному занятию. Бронислав Трентовский загубил и сделал смешной свою честную работу мыслителя, введя в нее невероятные слова. Неологизмы Красинского явились причиной преждевременного увядания его поэзии, а в особенности прозы. Норвиду был недостаточен поэтический слово-стан его эпохи, потому что он говорил о совершенно иных вещах, нежели те, что выразили наши великие польские поэты Мицкевич, Словацкий, Красинский. Если бы Норвид нашел среди современников чутких слушателей и вошел бы в контакт со своим читателем, он, может быть, избежал бы многих языковых чудачеств, так легко предстающих писателям нелюдимым, и открыл бы в польском языке возможности, о каких, кроме него, никто и не подозревал. Язык нуждается во все новых и новых словах не только для поэзии, но и для повседневного употребления. Их требуют происходящие перемены в политической и общественной жизни, в быту. Их приносят с собой каждое открытие, каждое изобретение, ремесла, промыслы, профессии, непрестанно обновляют свой словарь. Это происходит вслепую и анонимно. Здесь действуют иностранные заимствования, подражания, аналогии. Некоторые слова проникли в языки всего цивилизованного мира, как, например, локомотив, автомобиль, телеграф, радио, причем никто сейчас и не помнит их авторов, которые вытащили эти слова из латинского и греческого словарей. Только народ обладает здоровым творческим инстинктом в сфере языка, а люди образованные чаще всего проявляют себя безнадежными бракоделами. Для создания хорошего нового слова, говорил Ян Снедецкий, нужно почти столько же талант, сколько и для создания новой мысли. Его выводили из равновесия головы, созданные для чудачеств, а не для разумного мышления. Он яростно боролся против неологизмов. Это как раз происходило в эпоху, когда польскому языку со всех сторон предъявлялись требования, и он должен был поставлять тысячи новых слов для науки, административного аппарата, промышленности всех новых потребностей девятнадцатого века. Брат Яна Снедецкого, Енджей Снедецкий, дал молодой польской химии свою терминологию. Он поступал как и другие, буквально переводил латинские и греческие названия. Оксигенниум точно передал как квасород. Пусть история этого слова в польском языке послужит нам примером, что значит в словотворчестве изобретательность. Потому что немного позднее химик Очаповский заменил тяжеловесный квасород новым словом легким и красивым тлен. Нет слов совершенно новых, все происходят от корней уже существующих в языке, и только в исключительных случаях выдуманный звук получит права гражданства в семье слов с установленной генеалогией, как это произошло со словом «газ», которое навязал всему миру придумавший его физик Ван Гельмонт. А целиком вымышленные слова не выходили за пределы курьезов шуток, оставались в узком кругу небольшой общественной группы или даже одной семьи. Снедетский боролся против неологизмов ненужных, то есть таких, которые не приносят с собой ничего нового. Все эти необычные и новосостряпанные слова не более как налет грязи, отнимающий у наших мыслей их прозрачность. Его раздражал Ле-Левель, из многочисленных неологизмов которого уцелел лишь край образ, дословно картина страны, то есть пейзаж, ландшафт. У Ле-Левеля это слово имело иное значение, а его джейшба история была извлечена из долгого забвения поэтом лесьмьяном. Как все пуристы, Снедетский был несносным педантом, упорствовал в своем рационализме и не почувствовал свежего дыхания, принесенного романтизмом оживившего язык и стиль. Но, в конце концов, вовсе неплохо, если философ, да еще в эпоху безраздельного господства немецкой философии, выступает в защиту обиходной речи. Обиходная речь бесценное орудие во всех видах прозы, где требуется ясность изложения. Для философа она может иногда оказаться подлинным спасением. За исключением греческой, все иные философии изъедены жаргоном научной терминологии. У греческих же философов слышна почти разговорная речь, каждое их положение сформулировано на языке, понятном всем. Это могло произойти лишь потому, что греческая философия была самородна. Уже ближайшее ее наследница, римская философия, попала под влияние греческих источников и много терминов позаимствовала оттуда. Мало кто отдает себе полный отчет в значении этого факта для интеллектуальной жизни. Понимание иностранного слова или слова, не вполне ассимилированного родным языком, требует добавочного усилия, независимо от понимания мысли этим словом выраженной. За исключением специалистов, постоянно имеющих с ними дело, философские термины для остальных смертных всегда оказываются несколько затруднительными, и всякий раз приходится их как бы переводить на общепринятый язык. Чем больше вводится иностранных терминов, тем большая опасность путаницы. Трудно отделаться от мысли, что многие авторы просто слишком ленивы и не хотят утруждать себя поисками простых слов для выражения своих мыслей. Некоторые же, прибегая к языку посвященных в тайны науки, хотят этим придать себе больше веса в мнении читателей. Раздувать собственный авторитет посредством усложненного словаря старый прием пустых голов, бойких перьев и просто не вешат. Судьба обходится с ними как мачеха. Мало того, что выставляет на посмешище за претенциозное злоупотребление иностранными словами, она еще постоянно устраивает им ловушки из слов и терминов, которые они плохо понимают. Эти любители иностранных слов герольды общего упадка интеллектуальной культуры в данный период. В Польше так было в семнадцатом, восемнадцатом веках, во времена саксонской династии. Кахановский, в шестнадцатом веке написавший свой макаронический стих ради шутки, не поверил бы, что сто лет спустя макаронизмы войдут в моду и сделаются обязательным украшением стиля. Гурницкий, Ажиховский, Скарга, умевшие одинаково хорошо писать по-латыни и по-польски, в своих польских текстах избегали латинских оборотов. Гурницкий несколько страниц придворного посвятил так называемому облагораживанию или уснащению речи иностранными словами ради создания видимости большей учености. И вот в семнадцатом веке люди, знавшие по-латыни только то, что им вдолбили в школе, нашпиговывали латинскими словами каждую фразу. Им казалось, что говорить или писать иначе, особенно в торжественных случаях, нельзя. Законодатель всех нелепостей той эпохи Бенедикт Хмелевский на ряде сопоставлений старался доказать, насколько выразительнее и красивее названия латинские, нежели просто польские. Слово «спальня», говорит он, хуже, чем «дормиторий», а «старший над пушками» хуже, чем «генерал артиллерии». Мы сохранили спальню, но отказались от «старшего над пушками». Из литературного языка полностью исключать иностранные слова нецелесообразно и невозможно. Довольно часто они выручают слова отечественные, придавая понятию иной оттенок, иное эмоциональное или хотя бы только звуковое качество, что для художественной прозы далеко не безразлично. Непримиримые пуристы бывают обычно писателями посредственными, без темперамента, с дефектами и странностями, больших художников слова среди них не встречается. честный, но скучный каэтан Козьмян не понимал, какую стилистическую функцию выполняют в крымских сонетах Мицкевича турецкие и татарские слова. Францишек Моравский рассердился на того же Мицкевича за слово «хмель» во вступлении Конраду Валенроду «лишь хмель литовских берегов» и пробовал это осмеять, заявляя, что этот хмель ему напоминает двойное пиво. То был намек на корчму. Корчмою классики пугали романтиков и ею же попрекали друг друга писатели последующих поколений, когда кто-нибудь из них нарушал меру в употреблении вульгаризмов. Литература очень себя уважает. Некоторым словам в течение многих веков доступ в нее был закрыт, а в греческом, в латинском и во французском языках оскорбляло слух даже так называемое зияние хиатус, две гласные рядом. На протяжении двухсот лет ни один французский поэт не писал «ту ас» или «ту эс», хотя постоянно повторял их в обиходной речи. Такие правила в конце концов должны надоесть и тогда живительным ливнем на язык литературы не спадает язык повседневный. Обычно в таких случаях кто-то принимается кричать о варварстве, но и варварство бывает плодоносно. Литература иногда целиком, иногда лишь в некоторых своих жанрах обороняется от обиходной речи. Если бы ни комедия и ни сатира, мы так и не услышали бы, как звучала обыденная речь древних. Гораций использовал обиходные и даже уличные выражения в своих беседах, но никогда не впускал их в свои оды. Что за наслаждение услышать хотя бы такое вежливое словечко, как содес? Пожалуйста. Оно сквозь мглу, скрывающее античность, прямо выводит нас на улицу древнего Рима, позволяет услышать звучание живого языка. Во всем поэтическом наследии Вергилия не встретишь ни одного грубого слова, а, пожалуй, и ни одной фразы, такой, как она звучала в жизни. О, титер, ты свободно покоящаяся под сенью бука. Эти начальные строки первой эклоги Вергилия вполне можно было бы поместить как эпиграф к истории поэзии, поэзии, где строй слов и фраз повинуется совершенно иным законам, чем обычная живая человеческая речь. Когда же последнее берет реванш, люди испытывают огромное наслаждение, видя как слова, обороты и конструкции, находившиеся в опале, теперь свободно допускаются в поэзию и несут свою службу не хуже старых мандаринов, словаря и синтаксиса. Клодель, такой торжественный и патетический, ничего не теряет, вводя в свои оды образы, над которыми заломил бы в отчаяние руки Боссюэ, и выражая эти образы словами, от которых отвернулся бы Ронсар. Переменам в литературе предшествуют перемены в политической и общественной жизни. Новые социальные слои, набирая силу и значение, приносят свой язык. Третье сословие отправило на свалку манеры аристократических салонов. А иногда и религиозные движения, как христианство после двухсотлетнего мирного сосуществования с традиционной латинской поэзией, нанесло ей под конец смертельный удар своим силабическим и рифмованным стихом, а поэты, происходившие из молодых неученых народов, не забивали себе голову грамматическими тонкостями и не проявляли осторожности в выборе слов. В самых возвышенных по темам произведениях встречались обороты неуклюжие, наивные, неправильные, от них пахло гумном, мастерской, улицей, жилищем, которое в просторечии называли «касса», а не «классическим домус». Все это лишь повышает прелесть таких несовершенных произведений в глазах потомства. Перемены происходят не только в литературе, она не бывает одинока, ей обычно составляют компанию другие виды искусства. Например, обращение к ассонансам, некогда составлявшим принадлежность лишь народной поэзии, необходимость для неизобретательного «рэя» и неприемлемое зло для Кахановского, несомненно, связано с модой на примитивизм, столь характерной для современной живописи. Я говорю здесь только о Польше, но явление это присуще всей европейской литературе, и, может быть, к ассонансам обратились совершенно так же, как прельстились очарованием народных святок в ту пору, когда нашло себе широкое признание искусство средневековое, египетское, греческое, негритянское. По этой дороге можно добраться и до византинизма, есть уже на то намеки, а еще вернее до чудачества без всякого будущего. Как и всегда в художественном творчестве все зависит от культуры, ума и чувства меры. Я не упомянул о вкусе. Если сегодня о нем заговаривают, то как о чем-то старомодном, почти смешном. А когда-то вкус был великим стимулом, управлял всем. Еще в начале девятнадцатого века в трагедии нельзя было упоминать о носовом платке. Вкус утратил власть с приходом романтизма, и именно с той поры в литературном языке наступила эра ничем не ограниченной свободы. Никакие предубеждения, никакие предрассудки не связывают писателя в выборе слов. В наше время даже Рабле не чувствовал бы смущения. Окончательно был позабыт завет Бюфона «Называйте вещи общими именами». Завет как раз противоположный нашим принципам «Искать слова единственного, настоящего, целиком и недвусмысленно определяющего предмет». Теперь уже непонятны споры, которые Дегасинский некогда вел с Конопицкой, о праве вводить в литературный язык диалект. Гнев Тарновского по поводу наскалистом подгалье Тетмайера смешил нас еще на школьной скамье. Сколько веселых минут доставляют вот уже нескольким литературным поколением чудачество XVIII века, предписывавшее называть саблю «губительной сталью», а гуся облагораживать титулом «спаситель Капитолия». В те времена приходилось оправдывать Гумера за то, что он собаку без обиняков называл собакой. Еще в пору романтизма стреляли из огненной трубки, а по дорогам горцевали кентавры в зеленом одеянии, то есть драгуны. Делиль упрятал шелкопряда под словами «возлюбленный листьев тизбы», а его поэма «Сельский житель» вся состояла из подобных шарат. Но и городская зима Мицкевича не что иное, как сплетение запутанных иносказаний. Не будем считать, что мы от них свободны. Вот я раскрываю книгу стихов Каспровича и читаю «Когда солнце кратчайшую отбрасывает тень, это значит полдень, и дальше встречаю, поднялся он над взмахом стали. Придется остановиться и задуматься, прежде чем отгадаешь, что взмах стали — это всего-навсего коса смерти». Мне как-то попал в руки номер журнала со стихами современного поэта, заявлявшего «Я взвешивал на ладони ее округлые плоды», а его французский коллега упоминает о завтрашнем дне гусеницы в бальном наряде. Сам Делиль с восторгом принял в свои поэтические сады бабочку, окрещенную столь вычурным образом. Наконец, не у поэта, а у прозаика и притом в сдержанной Англии я наткнулся совсем недавно на фразу «сталактит милосердия навис на сталагмитом раскаяния». Никто, будь он поэт или прозаик, не отказывался ни от метонимии, ни от перефразы, и среди этих литературных приемов встречаются до сих пор очень старые знакомые, представлявшиеся банальными уже поэтам августовской эпохи, конец 17-го середина 18-го века. А наряду с ними возникают все новые, иногда весьма своеобразные, и они без сомнения в будущем обязательно украсят страницы работ о литературных чудачествах нашей эпохи. Лили, Гонгора, Марини могли бы узнать стиль своих арабесок ни в одном обороте современной литературы, а что же говорить о прозе Лотреамона лет двадцать назад, вызвавшей восторги современных читателей литературными приемами, извлеченными автором из далекого прошлого. Метонимия, перефраза, как и метафора, присущи поэзии всех веков. Родились вместе с нею, может быть, даже предшествовали ее рождению. В подтверждение последней гипотезы можно было бы указать на эвфемизмы. В культуре первобытных народов они были распространены больше, чем в зрелых цивилизациях. Под заслонами подменяющих слов, метафор и насказаний скрывались слова, которые не следовало произносить, а сами понятия, ими выражаемые, маскировались до неузнаваемости. Избегали произносить названия диких зверей, грозных явлений природы, болезней, смерти. У некоторых племен и по сей день все, что касается вождя племени, не должно быть называемо прямо, а изобразительность в иносказаниях достигает поистине браунинговской запутанности, как, например, фраза, записанная на одном из островов Полинезии «Молния сверкнула среди небесных туч», что означает «В жилище царя зажгли факелы». Может быть, следует искать метафоры не только в истоках поэзии, но и науке. Она разновидность первоначального древнейшего метода научного исследования, состоявшего в сближениях, установлениях связи, сравнениях между собой самых разных явлений. Это позволяло за одной вещью угадывать увидеть другую, на первый взгляд с ней не схожую, и таким способом как бы углублялся и расширялся процесс познавания. Но для метафоры, метонимии и перефразы всего важнее момент неожиданности, удивления, лежащий в самих основах творчества. В этой своей функции поэтические фигуры сродни головоломкам, загадкам, остротам, поговоркам, сопутствующим человеку многие тысячелетия. Ум человека испытывает огромное наслаждение, когда обыденные вещи предстают в новом незнакомом обличье. Слово, обнажающее или преображающее действительность, захватывает совсем как незаметное движение фокусника, выпускающего из пустой шляпы голубя. Люди, привыкшие воспринимать все в одном определенном значении, чувствуют себя счастливыми и пораженными, когда обыкновенный предмет им покажут преломленным сквозь призму сходств, возможностей, фантазии. На этом строят свою славу мастера сверкающие мишуры. Они более всего походят на фокусников. Жонглеры словами, мыслями, образами, иногда они и впрямь достойны восхищения с их головокружительным богатством ассоциаций, пенищихся в их мозгах. Люди-рампы и эстрады, блещущие в разговоре, в импровизации, в дискуссии, сыплющие афоризмами и парадоксами, и потухающие стоит им остаться в одиночестве и в тишине. А именно в одиночестве и в тишине рождаются слова откровений, приносящие величайшие неожиданности, позволяющие заглянуть в корень вещей, выявляющие таинственные связи между самыми отдаленными друг от друга явлениями, открывающие величественное в будничном. Нет великого писателя, который не стремился бы посредством своего слова, добраться до сути вещей, до сокровенного смысла явлений, до поэтической природы вещей. Один из своих странствий по миру фантазии возвращается обогащенным символами и аллегориями. Другой, разнеся в щепы все условности, конвенции, договоренности, на которых зиждется наше познание, воздвигает на этих руинах таинственную и неприступную столицу своей фантазии. Таков был Роберт Браунинг. Когда появился его Сорделло, Теннисон, придя в себя от ошеломления, наступившего после прочтения поэмы, заявил, что понял в ней всего лишь две строчки, причем, по его мнению, обе лживые. Первое. Я расскажу вам историю Сорделло. И последнее. Я рассказал вам историю Сорделло. Теннисон, автор кристально-прозрачного Энуха Ардена, не был предназначен для чтения подобного рода поэзии. Но вот Карлейль, привыкший общаться с темным и непонятным, хотя бы в собственной прозе. И тот пишет Браунингу, что его жене, Карлейль любил в щекотливых положениях прикрываться своей женой, хотелось бы узнать, является Сорделло поэмой о человеке, о городе или о луне. Еще при жизни поэта было создано Браунинг Сосайти, Содружество комментаторов его творчества. И Браунинг отсылал туда лиц, обращавшихся к нему за разъяснениями, полушутя, полусерьезно, он и сам начинал верить, что комментаторы его творчества понимают его лучше, чем он сам. Несколько десятилетий поклонники поэта совершали одни или с проводником паломничество в Браунинговскую обитель, как другие отправлялись в пасмурный край Уильяма Блейка. Посещают пилигримы и Маларме нынче более чем когда-либо раньше. В каждой литературе поэты такого типа имеют и горячих почитателей и ярых противников. Те, кто не умеет их понять, а вернее не хочет взять на себя труд добиться понимания, отвергают непонятную поэзию, выносят ее за скобки литературной жизни. Действительно, у этих поэтов различие между языком художественным и обычным доведено до последнего предела. И ничто не изменится, если поэт браунинговского склада вместо слов изысканных исключительных начнет употреблять слова самые обычные, взятые из разговорной речи, из газет, услышанные на улице, но того, как он их расположит и использует, вполне достаточно, чтобы вывести их из рамок повседневного употребления. Маларме ломал структуру фразы, выворачивал ее наизнанку, доводил до бессмыслицы только для того, чтобы какому-нибудь одному слову придать особую силу и выразительность. Очень показательная история одной его речи. Маларме произнес ее на похоронах Верлена, думая лишь о звучании произносимого слова. Когда же к нему подошел репортер и попросил текст речи для напечатания, поэт пригласил его в кафе, и там принялся торопливо затемнять слишком ясную и прозрачную структуру фраз. Когда я воспроизвожу в уме эту картину, поэт, наклонившийся над смятым листком, следящий и хмурым взглядом за легким потоком слов, до меня доносится голос из огромной дали, голос древнегреческого ритера, цитируемого Квинтиллианом. Обращаясь к своим ученикам, этот ритер призывал «Затемняй!» Два потока текут в литературах всех эпох. Один широкий, ровный, улыбающийся, отраженный в его водах синевой небес и золотом песка на его дне, другой течет в угрюмых берегах, порывистый, бурный, мутный, с предательскими омутами. Но для того, чтобы первый мог течь ровно, легко и обильно, нужно, чтобы второй за него пробил скалы и размыл путь. Писатели трудных слов придают литературному языку новую силу и отвагу. Но всегда остается открытым вопрос, имеет ли смысл писать для коллег и посвященных во все тонкости комментаторов и не принимать в расчет всех остальных читателей. Целые поэтические школы, целые нововозникавшие периоды литературы с презрением отмахивались от такого вопроса, отмежовывались от профанум вулгус, то есть от презренной черни, и разрушали все мосты между своим изысканным искусством и народом. В такие периоды стихи имели хождение лишь в узком кругу знатоков, совсем как в наши дни работы по высшей математике. Для литературного языка необходимо, чтобы писатели работали над освежением слов, находящихся во всеобщем употреблении. Самые обыкновенные, самые знакомые слова, как лиц, которые видишь каждый день, внезапно открывают новые, неожиданные значения и ослепляют блеском затаенной в них жизни. Из глубоких пластов выбивается на поверхность то, чего языку до сих пор не удалось выразить. Как это происходит, можно показать анализом хорошего стихотворения или страницами хорошей прозы. Под пером писателя назначают друг другу свидание слова, до то ли никогда между собой не встречавшиеся. Глаголы начинают обслуживать им до той поры неизвестные действия, расширяют свои владения существительные. Тем временем в обиходном языке, в плохой литературе, в дешевой публицистике слова скучают и мучаются, все в одних и тех же постоянных повторяемых сочетаниях. Все те же прилагательные тянутся, как тени, за своим привычным существительным. Окаменелые обороты, прогнившие метафоры, плесень, болото, стоячая вода. Этот застывший мир ждет дуновения из уст настоящего писателя, как водоем Силоэ ждал, чтобы ангел коснулся его своим крылом. Но непременным условием свершения чуда на Силоэ было, чтобы за ангелом никто не подглядывал. Поэт находится в худшем положении, ему постоянно кто-то смотрит на пальцы. Адам Мицкевич написал, «О женщина, божественный дьявол!» А Ян Чечет испугался этого и заменил собственной выдумкой «О женщина, жалкий прах!» Между божественным дьяволом и жалким прахом такая же разница, как между благонамеренным Яном Чечетом и Адамом Мицкевичем. Бодлер, описывая девушку, употребил выражение «Острые груди». Стыдливый редактор заменил это словами формы ее тела. Сколько таких редакторов ходят по свету и уродуют поэтические образы? Отношения между писателем и словом складываются по-разному. Один по выражению Растворовского борется с ним как с тигром, другой ласкает его как Анатоль Франц, чьим излюбленным девизом было «Ласкайте фразу». Эмпедоклова пара, любовь и распря, правит нашим миром. Есть писатели и мыслители, пребывающие со словом в вечной вражде. Всегда-то оно их обманывает, всегда оказывается неудачным, неуклюжим, непослушным их требованием. Они готовы разорвать его, исковеркать, изменить, только бы наткнуться на сочетание нужное для их мыслей и образов. У одних это происходит из-за обилия понятий, какими они располагают, у других же из-за скудости словарного запаса. Для первых выхода нет, потому что им никогда не совладать с бурей, неистовствующей в их мыслях, вторых же может спасти содружество со словами. Надо сдружиться с ними, и тогда они откроют свою сокровищницу. Кто этого не сделает, обречет себя на безысходную нужду, будет вынужден пользоваться все более и более убогим языком, свыкнется с выражениями избитыми или до смешного запутанными. Буало, доверчиво приняв мысль Горация, с торжеством восклицает «Если замысел у вас в уме готов, все нужные слова придут на первый зов». Ни один истинный поэт, ни один художник прозы не подпишется под этими легкомысленными стихами. Один из величайших поэтов поведал нам, что язык мыслям лжет. И как часто мысли слова разделены между собой пропастью? Конечно, мы мыслим словами, но то, что в них выражается, это только поверхность мысли или ее общие контуры. Самое трудное начинается с момента, когда мы пытаемся выразить мысль целиком до дна. Из всех возможных фраз, говорит Лабрюер, которые призваны выразить нашу мысль, есть только одна истинная. Не всегда найдешь ее в речи или в письме, а между тем она существует, и все, что не является ею, слабо и плохо, и не удовлетворит поэта высокого ума, желающего, чтобы его поняли. Вот в этом человеке высокого ума заключен каждый хороший писатель, а в желании, чтобы его поняли, поэт единодушен с философом, а мысль с образом. Образ самый существенный элемент поэзии, быть может единственный, которому ничто не угрожает, ни время, ни поэтическая мода. Меняются течения и направления, темы и сюжеты, мотивы и настроения, меняются условности, определяющие выбор слов и версификацию, но образ остается всегда, в непосредственной ли форме, в метафоре, ли, в сравнении. Образ — кровь поэзии. Поэзия, которая пожелала бы жить только абстрактными понятиями, просто нельзя себе представить. Она не существует вне образов, и качество последних предрешает и ее качество. Образ должен быть откровением, должен быть выражен свежими словами, должен выявлять то, чего ничей глаз до сих пор не замечал, должен быть полным, богатым, содержать как можно больше красок и очертаний при небольшом количестве слов. И как от камня, брошенного в воду, все шире расходятся круги, так и от поэтического образа должен расширяться круг наших мыслей, охватывая все большую сферу ассоциаций. Поэтический образ визуален, как и действительное изображение, написанное красками, но для поэтического образа единственным материалом служит слово. И от силы, меткости, выразительности, красоты употребленных слов зависит все. Любовь к слову трудная любовь. Зачастую слово не поддается и самой пламенной страсти влюбленного в него художника. Но его всегда побеждает терпение. Два с половиной дня я потратил на одну фразу, где по существу дело шло об одном единственном слове, которое мне было нужно, и я никак не мог его найти. Я поворачивал фразу на все лады, стараясь придать ей форму, в которой рисовавшийся мне образ стал бы видимым и для читателя. В таких случаях, чтобы познать, достаточно одного штриха, самого малого оттенка. Писал Виланд Мерку. История поэзии благоговейно хранит воспоминания о сонетах, созревавших в умах авторов в течение нескольких лет, полных вдохновения, разочарования, отчаяния, подвергавшихся бесконечным переделкам, и в этих четырнадцати стихотворных строчках выражалась длинная и драматическая легенда любви, любви страстной и непреодолимой, любви к слову. Жозе Мария де Эредия тридцать лет работал над сборником сонетов под названием «Трофеи». Арвер прославился одним единственным сонетом, и о нем не забудут упомянуть ни в одной книге по истории французской литературы. Даже в энциклопедических справочниках под фамилией автора цитируется стих, который каждый знает наизусть. «Есть у жизни моей свой секрет, у души моей есть своя тайна». Кроме немногочисленных исключений, вроде беспечного Луцилия, могшего по свидетельству Горация в течение часа продиктовать двести строчек, стоя на одной ноге, или плодовитого Ламартина, обладавшего легким пером, что заметно по его произведениям, почти все поэты совсем не походили на свои памятники, где им хватало арфы и крылатого гения, склонившегося над ухом в роли суфлера. Словацкий в период мистицизма признавался, будто пишет только то, что ему диктуют ангелы. Однако рукопись короля духа свидетельствует, как упорно и страстно поэт искал совершенной словесной формы, как боролся с подчас неподатливым словом, а между тем ему слово было гораздо послушнее, чем многим другим. Писатели в Польше не особенно охотно высказываются о собственных и о чужих поисках и достижениях в области стилистики. У нас не могли бы появиться письма, какими и в такую эпоху обменивались между собой Росин и Буало, ведшие споры о правильных и неправильных оборотах. Не бывало у нас и дискуссий, а если бы они возникли, то их, наверное, подвергли бы осмеянию, какие на товарищеских обедах устраивались Флобер, Доде, Золя, Тургенев, Ганкуры, выворачивавшие и переворачивавшие отдельные выражения и слова. Настороженность в этих вопросах свойственна даже и таким французским писателям, кто вроде Клоделя с презрением отворачивается от идолопоклонства перед словом, однако же в недавно опубликованной переписке его мы читаем «Какой вы великолепный стилист! Как изумительно пользуетесь синтаксисом! Я запомнил страницу, где встречаются в одной фразе два несовершенных прошедших в сослагательном наклонении, пронизавших меня восхищением». Сам Гонкур не смог бы пойти дальше. Гонкур, который по прочтению двух толстых томов «Воспитание чувств» нашел для выражения своего восторга лишь два слова «Сладостные вопли». Этот взаимный контроль требовал от писателей дисциплины. Без нее французский язык не обрел бы своих великолепных качеств. Если мы заглянем в античность, то обнаружим там подобную же заботу о языке. Грекам в этом нет равных. У них существовало нечто вроде поэтических лабораторий, и мы могли бы познакомиться с ними подробнее, если бы до нас дошла их литература в полной сохранности. Тогда бы мы увидели на сотнях и тысячах примеров то, что теперь нам удается разглядеть как бы в приглушенном свете стертых надписей. А именно, что в течение многих поколений существования греческой культуры греки неустанно разрабатывали одну и ту же тему, тот же мотив, те же образы, метафоры, даже те же самые обороты в поисках новых сочетаний слов, новой поэтической фразы, новых фрагмент шлифовали как бриллиант, подвергая все новым испытаниям, освещением, окраской, очертаниями. Надо хорошенько вдуматься, вглядеться, вслушаться, чтобы обнаружить тончайшие различия тем, где на первый взгляд была видна только копия. Иногда единственным результатом такого труда поколений оказывался стих, который потом какой-нибудь мастер включал в свою поэтическую сокровищницу и делал его бессмертным. Это была эпоха слуха. Каждый стих и каждая фраза прозы разрабатывались раньше всего органами речи. Поэзия кружила по свету чаще в живом слове, нежели в форме книжки. Книжки были редки и дороги. Подручную библиотечку, избранная из любимых поэтов, хранили в памяти. Отменная дикция декламаторов и актеров равным образом выявляла достоинства и недостатки поэтического произведения. Все встречавшиеся в нем неблагозвучия, изъяны версификации, неудачные выражения коробили слух, звучали как фальшивые ноты в музыке. Впрочем, и книги тогда читались вслух. Святой Августин очень удивился, увидя, как святой Амвросий только глазами водил по страницам, только сердце его поддерживало мысль, а голос и язык бездействовали. И святой Августин обсуждает с приятелями странное поведение епископа высказывает различные домыслы относительно столь необычного общения с книгой. После изобретения книгопечатания эпоха слуха кончилась. Как в восприятии поэзии, так и в ее созидании зрительная форма, графика приобрела главенствующее значение. Скользя рассеянным взглядом по странице, читатель выделяет рифмы или ассонансы в их буквенной форме, и им приходится совершать длинный путь сквозь симпатические реакции наших голосовых и слуховых органов, прежде чем мы воспримем, как они звучат. Книгопечатание лишило художественную литературу ни одного из ее очарований таившихся в старинных рукописях. Книжки, расходящиеся в тысячах экземпляров, совершенно между собой похожих и безличных, присуща заурядность любой массовой продукции. Но поэты уже давно относятся безразлично к графической форме, в какой появляются их творения. Большинство авторов так хочется видеть их напечатанными, что они мечтают о появлении своих стихов хотя бы в газете между хроникой и объявлениями, набранными плохим шрифтом на дешевой бумаге, которая завтра будет валяться на помойке. Надо отправиться в Китай. Там можно найти древнюю и изысканную культуру стиха. Она не только в словах, но и в знаках, которыми слова изображены, в тщательном выборе этих знаков, в хорошо обдуманной каллиграфии, в качестве бумаги и в орнаментах, украшающих бумагу. В Европе же диковинок вроде книжек из алюминия со стихами Маринетти или стихов Маларме, выписанных самим автором на предметах домашнего обихода, осталось совсем мало. Отказ от знаков припинания идет от Аполлинера. Ему якобы надоели протесты редакторов и корректоров, никак не хотевших примириться с его капризной расстановкой запятых и точек, и он перестал ими пользоваться вообще. Это в значительной мере осложнило восприятие стиха, но у Аполлинера нашлось много последователей, и некоторые из них объясняли, что, убирая точки и запятые, они дают указание, что их стихи надо читать монотонно, как псалмы. То был косвенный, может быть, неосознанный возврат светской поэзии к ее религиозным истокам. Но и у прозы много затруднений со знаками припинания. Законы пунктуации не могут сослаться на давнишнюю и хорошо обоснованную традицию, поэтому ссылаются на логику и тут же грубо ее нарушают. Мы помним, как выведенный из терпения бой Желенский ратовал за святое право на запятую для писателей. Но это правило на каждом шагу нарушается бессмысленными правилами пунктуации. Неумный корректор может исказить облик книги, расставив, например, точки с запятой, которых данный автор избегал. Зато хороший корректор может оказать полезную услугу несобранным писательским головам, не умеющим закончить ни одной фразы иначе, как многоточием или вопросительным знаком. Правда, писателям часто не хватает имеющихся знаков припинания, поскольку эти знаки не держат и не передают ритм фразы. Делались попытки вводить добавочные, но все они очень скоро сдавались в чулан, где хранятся чудачества орфографии. Написанное слово вырвано из своей естественной среды. У него нет голоса, мимики, жеста. Оно всегда оказывается или чем-то большим, или чем-то меньшим, эллипсом или гиперболой. Оно или суживает и конденсирует заключенные в нем значения, или же расширяет его, обобщает. Единообразие печатных знаков оказывает плохую услугу динамики слова. Ровные ряды букв, отлитые в неизменных формах, лишают слова упругости. Лишают возможности выразить его так, как это делает интонация, ударение, жест. Некоторые прибегают к малоэффективным приемам, дают слова в разрядку или курсивом. Этим особенно злоупотреблял Поль Валери. С момента, когда внешний вид страницы утрачивает обычное единообразие, когда отдельные слова или фразы выделяются в обособленные строки, это не может не повлиять на стиль, ритм, течение прозы, а темперамент писателя проявляется в количестве абзацев. Стихотворение может чаще рассчитывать на произнесение вслух, чем проза. За исключением драмы проза редко бывает слышна. Она превратилась в чисто зрительное явление. Массовый читатель проявляет равнодушие к звучанию прозы. Предложения длинные и запутанные, ощетинившиеся трудновыговариваемыми скоплениями согласных, не выдают своих недостатков скользящему по странице взгляду читателя. Еще во многих литературах художественная проза ждет своих флоберов, которые бы, как и отшельник из круассе, повторяли бы вслух каждую рождающуюся под их пером фразу. Флобер настолько большое значение придавал построению фразы и ее звучанию, что однажды заявил «Мне еще осталось написать десять страниц, а между тем запас моих фраз уже исчерпан». Особый ритм прозы, отличные от стихотворной речи, подбор слов по их звуковым, смысловым, эмоциональным оттенкам, взаимоотношения распространенных и простых предложений, их размещение в отдельных абзацах, вся эта техника прозы остается для читателя тайной, и он над ней, как правило, даже не задумывается. Между тем, в стихах необычное сочетание, блестящая метафора, меткое выражение всегда обратят на себя внимание читателя, а проза, даже самая совершенная, особых восторгов не вызывает. Нынче никто не станет считать Юлия Цезаря великим стилистом, и многие с недоверием относятся к тому, что о нем пишут в учебниках по античной литературе. Простота нелегко дает распознать свою прелесть, потому что прячет ее. Считается, что она доступна всем, а в действительности она доступна лишь очень немногим. Она выглядит бесцветной и неглубокой, но чтобы достичь простоты стиля, надо затратить больше усилий, чем на барокковой странице с запутанными орнаментами, на эти обманы зрения с фальшивой глубиной. Хшановский встретился в Британии с Сенкевичем, когда тот писал крестоносцев. Писатель запирался у себя в кабинете и проводил там все утро до полудня. Затем выходил на пляж бледный, нередко покрытый испариной. На вопрос, что его так мучит, отвечал «Работа над простотой стиля». Восемнадцатый век, гордый и уверенный в себе, как никакой другой, считал, что хорошая проза это то же самое, что и хорошие манеры. Для той эпохи это было в какой-то степени естественно. Люди, изысканные, обладавшие тонкой культурой, могли создавать такие ценности, как артистическая проза в исключительно благоприятной для этого атмосфере. Но литература не переносит слишком долго монотонности. Ясность прозы восемнадцатого века растворилась в бурях романтизма. Гладкая, мелодичная проза вызывает к скрежету и диссонансам. Спокойное течение стиха требует, чтобы его в конце концов замутили, взбурлили. После безумных метафор и стремительных фраз ищут отрезвление и сдержанность. Приходят писатели, отказывающие себе не только в метафорах, но и в эпитетах. Росин, Лабрюер появились после прецезионных. В Польше красицкий и тримбецкий после барокко семнадцатого века. Всегда в таких случаях книги, написанные в новом стиле, приятно удивляют читателя. Вместо покрытого румянами автора на них смотрит обычное человеческое лицо. У польской литературы не было своего Декарта. Одни говорят, к сожалению, другие, к счастью. Потому что Декарт был явлением и полезным, и вредным. Французы гордятся своей школой точности и ясности стиля, чему способствовал этот философ, и, несомненно, именно его выучки обязаны французы специфическими достоинствами своего литературного языка, где логика властвует, как ей не дано властвовать ни в каком другом. Французский язык сделался превосходным орудием интеллекта, но за это заплачено ценой одеревенелости синтаксиса, ригоризмом в конструкции предложений, ослаблением эмоциональных свойств языка. В польском языке предложение можно начинать почти с любого слова, входящего в его состав, и вместо того, чтобы ссылаться на это, как на доказательство нашей шаткости, туманности, химеричности, лучше похвалить упорство, с которым мы держимся наших грамматических родов, систем споряжения и склонения, потому что именно благодаря этому мы распоряжаемся с такой свободой языком, не увязая в двусмыслицах и недоразумениях. Здесь выигрывает не только пресловутая чувствительность, за которую нас так часто стыдят, но и все, что есть у нас стихийного, непосредственного, свободного от каких-либо пут. Нельзя классическим французским языком переводить послания апостола Павла. Они бы выглядели переодетыми в абсолютно неподходящий для них наряд. Но и песни о Роланде, будучи переведенной на язык, через который прошел Декарт, увядает на глазах. Французское средневековье и возрождение, свободное от ригоризма в грамматике и логике, разговаривали языком бурным, взволнованным, пленительным. Отвергнутый в дальнейшем литературными нормами, он продолжает жить в обиходной речи, иногда настолько отдаленный от книжного языка, что французские лингвисты уже предвидят время, когда современный литературный язык станет искусственным и мертвым, как латынь, если только не обновиться. Но не похоже, чтобы он собирался обновляться. Даже романтизм и тот не посягнул на синтаксис. Виктор Гюго кинул лозунг «Война словарю, мир синтаксису». Джеймс Джойс в период создания поминок по Финнегану назвал бы лозунг Гюго плодом детской робости или просто трусости. Удивительное это произведение Джойса не пользуется популярностью и есть все основания предполагать, что оно никогда популярным не станет. Если бы ему не предшествовал Улис и еще несколько книг успевших прославить Джойс, не думаю, чтобы даже у самых пламенных его поклонников хватило бы мужества и охоты сохранять ему верность. Чтение поминок по Финнегану требует самоотверженности, если только читатель не объят страстью комментатора. Джойс создал здесь свой собственный язык и вступил в конфликт не только с синтаксисом, но и с флексией, фонетикой и традиционной формой слов. Он ставил перед собой, как он сам мне об этом рассказывал, грандиозную и дерзкую цель — сотворить новый язык для выражения вещей. Для него в человеческой речи невыражавшихся. Для этого он черпал материал не только на английском языке во всех его вариантах, но еще и из других языков, как все коктейли, и этот оказался чрезвычайно крепким напитком. По прочтению нескольких страниц начинает кружиться голова. Джойс со своим экспериментом был не первый и не единственный. Всюду можно встретить такие пробы. В Польше этим занимался Виткацкий, но скорее в шутку. Джойс же не позволял себе шутить такими вещами и считал свое творение величайшим из всех появившихся в нашу эпоху. Он, конечно, ошибался, но то была ошибка величественного масштаба. Ни одного Джойса угнетало необходимость идти на компромисс, как того требует от писателя язык во всеоружии своих законов. Не он один метался в этом ошейнике. Погоня за словом, нужным для выражения своего видения, Конрад, поглощает половину, а иногда даже большую часть всей работы над книгой. От успеха поисков зависит полнота образов, выразительность персонажей, блеск мысли, что дает некоторым повод считать, будто важнее самой правды, форма и способ, какими она выражена. Такое мнение я не считал бы преувеличением, если вспомнить, сколько превосходных мыслей оказались испорчены убожеством языка и стиля. Вместе с замыслами, изуродованными в руках слабых или слишком нетерпеливых авторов, они ждут мастера, который взялся бы за них и дал им жизнь. Вот одно из самых чувствительных мест в тщеславии современных писателей. Никто не хочет быть ничьим должником, пусть хотя бы даже за одно слово. Если такое, не дай Бог, произойдет, разумеется, по чистой случайности или от невнимания, писатель может оказаться скомпрометированным на всю жизнь. Позаимствовать мысль, фразу, одну стихотворную строку из чужой книги значит превратиться из литератора в карманника. Наши предки подобной щепетильностью не отличались. Мольер называл себя пчелкой, добывающей пищу там, где ее находят. В его эпоху такое сравнение было модным. Писатели подразделялись на пчел и муравьев. Первые выискивали свою пищу, не портят цветов, вторые забирали целое и здоровое зерно. Но и муравьям прощали их хищничество. Ученые в длинных списках перечисляли тысячи стихотворных строк, заимствованных Шекспиром из произведений предшественников или современников и выданных за свои собственные. Некоторые из его драм в этом отношении похожи на мозаику. В свою очередь Шекспир одарил огромное число поэтов тем, что создал сам и тем, что заимствовал у других. Гёте признавался Эккерману, какое удовольствие ему доставило украсть у великого драматурга песенку, так подходившую для Фауста. Ничего лучшего он сам придумать не мог. И, рассказывая об этом, он смеялся над крохоборами, старающимися устанавливать плагиат. Дело происходило в канун появления первых немецких историй литературы. Гёте знал, как мало в каждом произведении нашей бесспорной собственности. Язык, полученный по наследству, прочитанные книги, среда, эпоха поставляют материал, и мы из него творим с примесью той малой дозы оригинальности, какой обладают лишь лучшие из нас. Только глупец может претендовать как на свою собственность, на вещи, которые, вне всякого сомнения, уже использовались многими авторами, ему неизвестными, о чьем существовании он даже не подозревал. Мицкевич говорил, «Родным как овладел ты языком, откуда взял его красу и силу, его впитал младенец с молоком, которым мать твоя тебя вскормила». А между тем существуют поэты, одержимые манией абсолютной оригинальности, и они ни за что не решатся использовать сочетание слов, пока не убедятся, что до них никто этого не употреблял. Даже сходство в приемах, если эти приемы можно найти в одной из литературных школ прошлого они считают недопустимым, а произведение совершенно обесцененным, если над каждой его строкой написано по канонам какой поэтики оно изготовлено. К счастью, таких поэтов спасает неполнота знаний. Гоняясь и разоблачая сомнительные или несущественные сходства, они не замечают тут же рядом дерзких плагиатов, потому что им неизвестны оригиналы, с каких эти плагиаты делались. Что же касается их собственной зависимости от чужих образцов, то они или не отдают себе в ней отчета, или сознательно стараются ее скрыть. Литературное произведение прежде всего должно быть прекрасным языковым явлением. Нет такого писателя, который не смог бы повторить за кицом. На красивую фразу я всегда смотрю как на возлюбленную. Кто недооценивает качество стиля, никогда не удержится в литературе. Только хороший стиль обеспечивает в ней авторам место. Кто бы нынче интересовался Боссюэ или Скаргой, если бы их проза не составила эпохи в литературах французской и польской. Они бы разделили участь сотен проповедников, чьи труды имеются лишь в крупных библиотеках и хранятся там из милости или для полноты библиографии. Если бы Тацет писал как Плиний старший, его произведения имели бы ценность лишь исторического источника, явились бы литературной версией унылого существования покойников без погребения в античном царстве теней. Историк плодовитостью платит за художественность им написанного. Если бы Тацет менее заботился о совершенстве своего стиля, если бы он не задумывался над тем, как заключить в одной фразе целую драму, а одним прилагательным бросить сноп света в глубину человеческой души, он на протяжении своей жизни не только сумел бы легко закончить историю, но и написать еще несколько произведений им задуманных, на которые у него не хватило времени, целиком потраченного на величественную, полную победы триумфов, борьбу за новую латинскую прозу, для него столь же важную, как и написание истории своего столетия. Тацет жил не меньше и, как позволительно предположить, отличался не меньшим трудолюбием, чем Теодор Момзен, но библиография Тацета состоит только из пяти произведений, а у немецкого историка их тысяча. Создание художественной прозы труднее и требует больше времени, нежели собирание дат и фактов. Флобер затрачивал на один роман от пяти до шести лет, работая ежедневно по несколько часов. Ипсону каждая драма обходилась примерно в два года. Первую страницу Поля и Виргинии, такую простую и легкую, Бернарден де Сен-Пьер переделывал четырнадцать раз. Некоторые из своих новелл Мопассан перерабатывал до восьми раз. Одна из новелл Бальзака имела двадцать семь корректур. А надо знать, что за корректуры были у него. Над печатным текстом вырастают арки, звездочки, сноски, фейерверком брызжат во все стороны, отовсюду тянутся линии и черточки и избегаются к широким полям страницы, там возникают новые сцены, появляются новые действующие лица, из одного прилагательного открывается вид на новую черту в характере героя, меняющимся самым неожиданным образом. Для польского писателя все это недостижимые и пленительные легенды. Кто бы ему позволил держать столько корректур? А если бы он оплачивал их из собственного кармана, то пошел бы побираться еще до выхода своей книги. У нас вся работа должна быть завершена уже в рукописи. Вот рукопись пепла Жеромского. Наверху заголовок, подчеркнутый волнистой чертой. Кто читал, помнит первое предложение «Гончие бросились в лес». Но в рукописи было по-другому. Роман начинался так. Наперекор строгим охотничьим правилом, Рафал покинул отведенное ему место и, крадучись, добрался до вершины горы. Гончие же появились лишь на второй странице. После слов охотник напряг слух. Просматривая страницы рукописи и сравнивая их с печатным текстом книги, мы видим окольные пути, которыми шла композиция этой сцены. Как менялась последовательность картин, как лес, деревья, голоса, переживания людей укладывались все время в ином порядке, пока не застыли в окончательной и, безусловно, прекрасной форме. Первое предложение до того, как выбраться из текста, должно было преодолеть много препятствий. Сначала шли слова наперекор самым основным охотничьим законам, Жеромский зачеркнул самым основным, это звучало слишком сухо и как-то по-газетному, и заменил суровым, потом зачеркнул суровым и написал грозным, чтобы зачеркнуть и это, и наверху выросшего столбика поставить окончательное строгим. Итак, страница за страницей. Перо кружило вокруг существительных прилагательных глаголов, меняло их, выправляло, улучшало, искало для них наиболее подходящее место, звучание, ритм. Некоторые страницы буквально черны от перечеркиваний, почти неразборчивы. Среди них мы встречаем две безжалостным движением пера, перечеркнутые целиком сверху вниз, две черты, напоминающие длинные полосы от удара бичом. А между тем, на этих перечеркнутых страницах было описание весны, чудесное описание, и Жеромский пожертвовал им ради цельности впечатления от всей главы, не считаясь с трудами, каких ему стоил этот прекрасный фрагмент прозы. А вот отрывок из исповеди Жан-Жака Руссо. Мысли укладываются в голове с невероятным трудом. Кружатся, бушуют, кипят, я весь возбужден, распален, сердце колотится. Вот почему мне так трудно писать. Мои рукописи, перечеркнутые, замазанные, перепутанные, неразборчивые, свидетельствуют о муках, каких они мне стоили. Каждую из них я вынужден был переписывать по четыре, по пять раз, прежде чем отдать в типографию. Мне никогда ничего не удавалось создать, сидя за моим письменным столом с пером в руке над листом бумаги. Только во время прогулок среди полей, скал и лесов, только ночью, лежа в постели, не в состоянии заснуть, я как бы пишу у себя в мозгу. Ни один из моих замыслов я оборачивал во все стороны на протяжении пяти или шести ночей, прежде чем решался нанести его на бумагу. Встречая рукописи без перечеркивания и поправок, мы всегда задаемся вопросом, действительно ли это первый и последний вариант произведения. за очень немногими исключениями Вольтер не мог надевиться девственной чистоте рукописей Фонтенель, в них он едва насчитал десять помарок. Этого никогда не бывает, если только автор полдня не вынашивал свою фразу, не повторял многократно в разных вариациях и только после этого решался нанести ее на бумагу. Фраза на бумаге выглядит чистой и аккуратной и по ее виду никак не догадаешься, сколько сил на нее затрачено. Точно так же может ввести нас в заблуждение рукопись или машинопись поэта, который месяцами вынашивал стихи в голове. Гоголь на вопрос, откуда черпает он свое богатство языка, откуда у него такой великолепный стиль, ответил из дыма, пишу и сжигаю, что написал, и пишу снова. Искусство рождается из сопротивления материала, который нужно преодолеть. Ни один шедевр не создается без усилий. Перо подлинного мастера никогда не спешит. Если все же случается ему разбежаться, автор сам его остановит, создав дополнительные трудности, никогда не пришедшие бы на ум писателю посредственному. И до чего же легко создать такие трудности? Достаточно задуматься над одним словом, уже нанесенным на бумагу, и это слово, такое ясное, такое бесспорное, вдруг начинает заволакиваться туманом, теряет четкие очертания, вызывает неуверенность, тревожит, обманывает, начинаются перечеркивания, добавляются новые страницы, а старые те, что похуже, выпадают. Ценой таких трудов и стараний писатель вырабатывает свой индивидуальный стиль, совокупность характерных особенностей словаря, конструкции предложений, их соотношения между собой, употребление метафор, сравнений, различные речевые особенности или же сознательное избегание всего этого. Страницу хорошего писателя сразу распознаешь среди многих других, иногда даже по одной фразе. В это хорошо посвящены филологи, вылавливающие крохи погибших произведений древних авторов. И сколько раз случалось, что небольшая цитата из Жеромского, приведенная в критической или публицистической статье, сверкает на ее фоне как заплата из пурпура на сером грубом холсте. Вопрос о том, как зарождается и созревает индивидуальный стиль писателя, предлежит к труднейшим в сфере психологии творчества. Несомненно, писатель уже носит в себе определенное предрасположение, обусловливающее в дальнейшем выработку собственного стиля. Потому что у каждого человека есть свои особенности в способе выражения, построения фраз и их расстановки. Это обстоятельство используют романисты и драматурги, они индивидуализируют язык персонажей. В обыкновенной человеческой речи проявляют себя все людские темпераменты, недостатки и добродетели, чудачества. Все это есть и у человека, собирающегося стать писателем. Ему, как и всем остальным людям, одни слова нравятся, другие не нравятся, тоже и в отношении грамматических форм правил синтаксиса. С этими предрасположениями писатель отправляется в путь. По дороге он соприкасается с языком своей среды, с языком авторов, прочитанных в школе или самостоятельно, с тем или иным иностранным языком. Материал извне воздействует на писателя со всех сторон, и он сначала инстинктивно, а потом сознательно отбирает нужное. Стиль Пруста литературный образец беседы, или вернее монолога, произносимого человеком высокой интеллектуальной культуры перед восхищенной аудиторией. Так разговаривал Пруст в салонах и на обедах, устраиваемых им в ресторане Риц. Сам он при этом ничего не ел, обедал на час раньше, чтобы ложки, ножи и вилки не стесняли жестикуляции. Говорил длинными периодами, усложненными вводными предложениями, делал стремительные переходы, позволял себе отступление, прибегал к недомолвкам, дополняемым улыбкой или жестом, иногда резко обрывал фразу в таком месте, в котором, кроме как в разговоре, недопустимо это делать, иногда же говорил нарочито правильно и даже монотонно, чтобы ярче на этом блеклом фоне вспыхнуло неожиданное замечание, сверкнул парадокс или афоризм. Тот, кто его помнит, слышит его голос, видит его лицо в тексте книги. Но свой стиль, такой необычный, со своеобразной мелодией, отличающей каждого человека, Пруст обрел, соприкоснувшись с другой сильной писательской индивидуальностью. Читая и переводя Рескина, он испытал откровение, изумился, что можно так писать. То было спасительное откровение для человека, воспитанного на преклонении перед Анатолием Францем. Рескин снял с него путы и дал возможность стать самим собой. У каждого писателя бывает свой Рескин. Совсем не напрасно исследователи роются в личных библиотеках писателей, стараются установить, кто был их любимым автором, узнать их настольные книги. Из их личных признаний переписки, из воспоминаний окружающих, извлекают этих тайных советчиков. Наконец, и по самому произведению, иногда можно довольно точно определить, под чьим влиянием оно возникло. Из тысячи различных книг писатель обычно выбирает для чтения те, с авторами которых у него есть нечто вроде «сродства душ». У таких писателей он находит поддержку, поощрение своих склонностей или указание, как эти склонности развивать. Но писателю следовало бы взять за правило обращаться к писателям противоположным ему по духу. И многие это правило соблюдают из опасения погрязнуть в собственной рутине. Часто бывает так, что старый маститый писатель уже ничего больше не читает, кроме одного-двух классиков, которые ему сродни. Теперь редко встретишься с откровенным признанием, как это делали писатели минувших веков. Те охотно признавались, кто был их проводником и наставником. Ныне это тщательно скрывается, и иногда приходится читать лживые ответы на анкеты, где писатели называют, как правило, авторов, которым они ничем не обязаны. Сомерсет Моэм в своем литературном дневнике строгательной непосредственностью перечисляют все книги, на каких он учился писательскому мастерству. Только самонадеянные глупцы обладают дерзостью заявлять, будто они ничем не обязаны другим писателям. В современной литературной жизни обвинить писателя в подражании значит оскорбить его. Впрочем, сами писатели любят в ком-то обнаруживать своего собственного подражателя. Этим грешил уже и Байрон. Он упрекал других в подражании ему, а сам между тем за всю жизнь не удосужился хотя бы раз упомянуть фамилию Шатабриана, которому стольким был обязан. Иначе поступали писатели эпохи Возрождения, хотя у них и не было недостатка в материале для собственного творчества. Подражание античным образцам не уступало по значению оригинальному творчеству. Даже перевод с латинского или греческого автор ставил наравне с собственными произведениями, а современники нередко отдавали предпочтение переводу. Это не лишено смысла. Когда копируешь какое-нибудь произведение, должен в него вжиться и в какой-то мере создать его заново. Сколько раз подражатель поднимался до уровня образца, а иногда и превосходил его. Мицкевич в качестве образца имел перед глазами Германа и Доротею, а написал пана Тадеуша. Лабрюер, назвав свою книгу так же, как и Теофраст «Характеры», прямо указывал на своего учителя и скромно прятался в тени, несмотря на то, что каждая его страница блещет оригинальностью наблюдений, мысли и стиля. Фамилия Ла Фонтена на титульном листе басен выглядит так, словно он всего-навсего пересказал стихами сказки Эзопа. В небольшом изящном произведении античной литературы под названием «О возвышенном» неизвестный автор пишет «Представим себе, если бы Гомер или Демосфен находились здесь и слышали употребленное мною выражение, как бы они его оценили? Так многие художники, стремясь к совершенству, чувствуют над собой незримое око давних мастеров. Здесь дело не во влияниях и не в подражании, это как бы пробные камни, на них, на высоких образцах прошлого, писатель проверяет собственную прозу или стихи, из достаточно ли благородного металла они выплавлены и достаточно ли высокой пробы. Достигнуть того, чего в свое время и в границах своей возможности достигли великие предшественники, расширить власть над языком за пределы, где они остановились, добиться новых оттенков, углубить смысл и пойти еще дальше, освободиться от балласта, устарелых флексий и синтаксиса, вот задачи, какие ставят перед собой художник слова по отношению к своим предшественникам. Пусть в заключение этой главы прозвучит голос гуманиста Пьетро Бембо, одного из тех людей, кто на писательское искусство взирал в мистическом восхищении. В одном из писем он признается своему другу, знаменитому Пико Делла Мирандела. Я думаю, что у Бога, творца всего сущего, есть не только божественная форма справедливости, умеренности и других добродетелей, но также и божественная форма прекрасной литературы, совершенная форма. Ее было дано лицезреть, насколько это возможно сделать мыслью, ксенофонту, демосфену и в особенности Платону, но прежде всего Цицерону. К этой форме приспосабливали они свои мысли и стиль. Считаю, что и мы должны так поступать, стараться достичь возможно ближе этого идеала красоты. Продолжение следует...